Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Очолюс квест 2 от фейсбука. Очолюс квест 2. И чем она лучше, чем моя? Она в три раза дешевле и качественнее. То бишь тебе не понравился VR вообще? Так я же не знаю, я еще не понравился. Ну ты раз потанцевал. Для этого надо нормально потанцевать. Подожди, у меня... Нихуя, у меня камера съехала. Расскажи мне, ты вообще знаком со стримами? С стримами? Ну я знаю такую технологию. Это когда-то видео, и оно прям в реальном режиме. Ну да. Ты сам не думал попробовать стримить? У меня вообще не было желания. Ну это странно. Ну ты типа подрубаешь и общаешься с ребятами и что-то типа делаешь. Это немного другой вид. Ну я этим не занимался. Я не знаю что. Хочешь я научу? Ну ты же занимаешься спортом, верно? А, это тоже самое, что с спортом. Ну нет, так ты можешь это типа стримить. Ну я стримлю туда каждый день в принципе. Не, не в этом плане. Ну, вот для меня стримы это когда я просто подрубаю. Ну я могу идти гулять с подругой, понял? Что-то голову ударит и подрубит, да? А ты подрубил. На улице. Я включил стримы. В магазине стоишь в очереди и подрубила, да? Кассиша такая, ну молодой человек, а ты подрубил уже. У меня есть тип, знакомый, мой кент, друг, гексагент. Что я понимал, он стримит 20 часов в сутки, каждый день, ну всю жизнь. 20. Ну и спит он тоже как стримит. Ну иногда типа не спит как стримит. Но это не суть. Суть в том, что... Блядь, блядь, что у меня с горлом? Нежно закрою окно. И у него громкие донаты есть. Типа ему донатят типы. У него колонки. Как ты говорил за продавщицу. Он подходит, что-то покупает, ему донат громкий. И типа она шугается, не понимаешь, что. И типа люди видят ее реакцию. Он с колонками в магазине ходит и... Донаты, да, играют и там пиздец полный происходит. Я бы включил, но я не могу его на твиче включить, потому что... Томатюки, да? Не, его забанили. И политика отвечает такая, что... Забаненных типов... Это из Киева? Да, он сбил церкви. Ну он очень веселый кент. Типа, но политика твиче такая, что нельзя. Я не могу его показать. Что за чешевый убежный Витя? Он может себя вести обычно. А не как бы твой в эрвразы лучше. Давай, давай, спасибо за 50. Я не знаю. Это Витя. Это Витя Слидан. Вы не знакомы? Витя вообще никуда не знакомы. Просто они не выходят за рамки самой площадки. Типа они сами охуели кто. Но некоторые тебя знают. Как ты видишь в чат. Видишь, вот. Тишут. Маленькие. Маленькие? Больше сделать? А. Ведь я не понимаю, как ты хочешь видеть. Может очки? А, ты же в очках. Угу. Сейчас попытаюсь больше сделать. Вот так типа? Угу. 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 Блядь. Не, такую хуёвая идея. Давай я покажу. А, давай я тебе ебаную вот сюда вот так. Угу. Угу. Вот так, а? Угу. Угу. Покажи им историю браузера. Не, это... Это нет. У вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать Витя? Ну, надо бы про это. А. Я подготовил. У меня, конечно же, есть куча вопросов. Мне интересно... А, ты хочешь, чтобы спрашивать меня о чём? Не, ну, если ты хочешь, можешь меня что-то спросить. Ну, я, если честно, я не готовил прям такие вопросы, ну, так чисто попиздеть, блядь. У меня сейчас вообще нам доволен в жизни. Конечно. А как можно быть несчастливым? Ну, или как тебе... Ну, типа... Ну, типа... Ну, все люди по-разному. Вот, вот, некоторые... Для некоторым для того, чтобы чувствовать им на эйкторию, вот, нужно что-то такое, не знаю, быть на крыльях любви или там, не знаю... На крыльях чего-то другого. Получить зарплату или там по скидочке урвать шоколадку. Мне... Ну, для меня больше счастье это, типа, то, что я делаю. Эмоции, которые я дарю людям. Вот это для меня, типа, каю. Такой. Ну, я могу сказать сто процентов, что я сейчас счастлив, потому что у меня есть всё. Счастье в потоке, можно сказать. В этом? Ну, да. Ну, по сути, это как смысл уже. Маленький. Моя жизнь. Ну, да, типа... Вот я вчера нихуя не стримил, я нихуя не делал, по сути. Ну, я делал там мелкие дела, которые завершал, что-то насыпал, но... Я не, типа, чувствовал себя, что я уже всё, я ничего не могу... А когда готовишь, ты не чувствуешь себя счастливой? Готовлю еду? Да. Я не готовлю еду. А ты готовишь? Ты же себе сам готовишь. Да, конечно. Окей, а что мне надо готовить, чтобы, типа, похудать хотя бы как ты? Ммм... Ничего, например, типа не хавать. Ты что? Подкрутить микром? Да, он подкручен. Сейчас я ещё подкручу. А вообще надо... Ты говорил, ты гречку хаваешь и ещё что-то, вот овся. Ну, когда ты хаваешь углеводы, это, ну, это проигрыш, короче. Ну, углеводы вообще лучше не хавать? Ну, да. Вообще любые углеводы — это сахар. Не, ну, в гречке же тоже есть углеводы. Гречка — это сахар, прикинь. Да, майндфак. Ну, как... Короче, у меня есть тип. Мой друг. Ну, как друг, знакомый. И он, знаешь, как он хавает? Я каждый день вижу, как он хавает брокколи, фасоль, одну гречку, курицу и овощи. Всё, безуглеводная диета. Он просто только на этом сидит. Я вообще на похожем сижу, только без гречки. Я говорю, а что, это нормально, типа? Он говорит, ну, пиздаст, сил нету. Он пьет по 10 энергетиков в день. Очень, очень кайфово. Кайфово? Да, очень много сидит. Много ты? А ты в жизни своей... Вот ты... Расскажи твой день просто обычный. День? Мне просто интересно, да. Если тебе так кайфово... Ну, смотря какой. Мне интересно, как в целом дне... Я вчера заказал на шафе себе пальто коричневое, потому что, ну, хочу в монохроме ходить, считаю, что модно. Вот, под цвет глаз человека подбрать. Я думаю, что это модно, да? То есть, как бы, патент хочу сделать. Заказал на шафе, вот, 800 гривен. Оно, единственный экземпляр XXL. Ты еще большой? Да, пришлось идти в ателье, вот, и отдавать. А мне две тысячи гривен, чтобы подшить и сделать на S размер. Ты прикинь? Ебать, а как это... Пришлось отдавать, пришлось отдавать в ателье. Покажи его. Есть у тебя? Я отдал в ателье. Нет, ну ты сфоткал хотя бы, есть какие-то скрины, типа. О, я могу в шафе поискать. Нет, нет. Просто... Шафа, если что, это... У меня мама там берет шмотки. Постоянно. Я купил, чтобы ты понимал... А ты генгстер, это не... Это мама мне тоже купила, кстати, на базаре где-то в деревне. Классная тема. Она говорит, смотри, я тебе, короче, там говорю, давай. И все, я, типа, насыпал. Что ты понимал, когда-то купил маме ноут, думал, что она будет в интернете разбираться лучше. Понимаешь, они в деревне живут, они по интернету вообще не выкупают, типа. Думаю, ну, куплю ноут, будет что-то лазит, там, контакты, какие-то видео, и будет интернет, так сказать... Блядь, как правильно сказать, типа, обучение вот это. Так у нас есть идея цифрового свита. Я знаю. Но, типа, моим родителям это не... Тогда еще не было, кстати, когда я купил ноут. Я купил ноут, и думаю, ну все, сейчас мама и папа там научатся. И мама, что ты понимал, в шафу это заходит, ЛИКС, и тупо начинает скупать шмотки каждый день. Ну, такие разные, типа. И по сей день она, типа, уже выкупает в интернете очень много. Она говорит, вот я там в Ютубе, я там смотри то, то, то. Но я там вообще ничего не понимал ранее. Там надо чекать, потому что некоторые такие гандоны идут на какие-то секунды. За 50 гривен покупают, и ты прикинь, по несколько тысяч продают. Да, да. Так мама... Вот ты понимаешь, чем прикол? Мама говорит, я там такую куртку заказала, не в ебическую. За 3000 гривен. Они думают, блядь. Я вижу, она в той мелкой фигере ходит. Ну, в таких топовых шмотках. Я такой, еба. Ты мне носки видел? Кензо. Кензо, это... Я не ебу в этих брендах. Это, типа, дорого. Но мама купила мне 10 пар таких, нахуй. Что ты понимал? По 40 гривен, да. Или там за 40 гривен все. Блин, прикольно. И когда я, типа, залетаю и говорит, смотри, это Кензо. Не, вообще я видел. Мне кажется, те, которые на рынке ходят обычно мажоры. Потому что там вот это Гучи, Армания, Кензо. Я тебе говорю. У меня подруга Михалина. Ей подруга сумку Louis Vuitton дарит. А Louis Vuitton это очень дорогой бренд. У нас в Киеве в центре есть. Там сумка одна от 100 тысяч гривен. Да, наверное, я видел такую. Да? Ну, так она за 40 гривен тоже купила. И она оригинальная, прикинь. Ну, ты в шмотках выкупаешь вообще? Типа за шмоты? За бренда нет. Я тоже не сильно выкупаю, но сейчас я начал немножко выкупать. Я за цвета выкупаю. За цвета? Я цветовую теорию учил, чтобы подбирать. Как понять? Подожди, огромный респект Вите за творчество. Все видосы смотрю, пересматриваю, вдохновляюсь. 50 рублей. Ага, спасибо. Вам нормально Витю слышно? Я очень тихо говорю. Да. Как тебе премьер и After Effects после Вегаса? Как говно. Я не пользуюсь. Ты не перешел? Я After Effects премьером не пользуюсь и Вегасом не пользуюсь. А, ты же в этом... Да Винчи. Да Винчи, да. Я до Твича, как начал стримить на Твича, я пошел на курсы 7 дней. Ну не 7 дней, короче курсы... Блядь, дай вспомнил. Не помню как я называю. Исаева. Деньги платил? Да, я дал 10 тысяч гривен за курсы. Назывались Мастерская Исаева. Но курсы нормально учат, если ты учишь. Я 7 дней хуярил, хуярил, хуярил. Понял, что это не мое и пошел в стрим. Ага. Но это бесплатно, если что можно в Ютубе найти? Нет. Нет. Нет, нихуя. Нет. Да. Ну, это не найдешь, типа. У него как-то эти курсы, типа, прям пиздец. Есть люди, я думаю, которые гораздо более талантно рассказывают. И еще бесплатно. Не, ну возможно, да. Но я, типа, таким не искал. Ну, у меня просто друг проходил, Артур. Он прошел, он скилл поднял. Я думал, ну я тоже пойду. Я, типа, что-то свяжу и думаю, блять, не мое. И я только там познакомился, кстати, с DaVinci. Но я сейчас вообще не монтирую ролики. Ты сам монтируешь и все? Да, зачисткаю. Но я уже не. Я иногда плачу, вот есть, я знаю очень талантливого чувака, Гриша. Гриша? Он такие голливудские эффекты делает. Четыре, да? Да, да, да. А последние работы, которые он сделал, где их можно посмотреть у тебя? Он поможет артистам всяким делает, музыкантам. Вот чувак Лида, который поет. Лида? Да, я знаю. А, это он ему сделал вот эти эффекты все? Да, да. Я знаю. Один. Это вообще гейт. Да, я видел, это пиздатые работы. Ну, типа, полностью. Ну, классно. Не он сейчас с тобой работает, по сути? Ну, я иногда, у него нет смысла, у нас нет никаких контрактов. Я иногда его прошу, чем-то плачу, ему зарабатывал такое. Ну, я считаю, что я хочу, чтобы этот человек зарабатывал гораздо больше, чем я, чем ты, чем вообще все. Потому что по-настоящему талантливые люди, они очень часто остаются незамеченными, знаешь. Ну, это да. Незаслуженно, получается, у них нет тех материальных благ того признания, которые... Ты многих таких знаешь? Пару человек, наверное, будет. И люди не выкупают, говорят, сними кроссовки, брат. В смысле? Расскажи мне про этот мем, который ты мне показывал. А, мем Чада и Вёрджина? Чад, вы выкупаете? Что это? Он просто, понимаете, мы с ним... У тебя здесь, оно показывается? Пока нет. Ну, типа, пока нет. Просто очень смешно выглядит то, что ты гуглил это. Слева, слева просто... Virgin Chat, вот, да, на кириллице. Вот это можешь подрубить. Вот я на этом примере подрубил. Вот так, да, допустим? Да, да, просто. Просто мы с Витей очень разные, и он, типа, знает то, что... Ну, я вообще никуда не выкупаюсь за это, но я сейчас покажу вам. Типа, выкупаете ли вы? Так, тут нет членов? Нет, здесь писек нет. Это статив. Бля, дядя! Что? Я экран не показал еще, типа, все нормально. А что там такое? Там просто статья прав... Там ничего такого нет, да? Нет, ну ты... Я могу тебе по картинке рассказать. Ну, давай я включу картинку, да, и мы посмотрим. Сейчас я на стримдеки. Ну, смотри, это получается мем, который говорит нам о классовой борьбе. Классовой борьбе, получается, омежек и альфачей. Омежки это... Ты сразу приводил. Омежки, ну, пример. Омежка, кто и альфач? Блогер, стример, ну, типа, тот, у кого есть проблемы в общении, например, с противоположным полом, если это гетеро. Ну, типа, закрытый, асоциальный. Да, вот это слева. Асоциальный, да, типа? А человек с прама, ну, это Ванька Ерохин. Ну, знаешь, ну, такой пацанчик, который сын маминой подруги. Ну, самый крутой тип, да? Ну, ему насрать. Ему на всё насрать. У него всё есть просто так. Он существует, и он уже успешен просто в своём существовании. Потому что он существует, да? Да. И вот это мем о разницу, типа, в чём. Типа, Virgin ходит вот в таких вот серых, ну, невзрачных шмотках, безвкусно абсолютно одевается. А чат справа, это настоящий мужчина, который знает хороший вкус в одежде. Который реально ярко и пёстро выглядит. И всё? Ну, и ещё, ну, телосложение, тут конституция тела. Видишь, вот человек в мускулах, а этот рыч лох. Ну, такой худенький. Да. Ну, в этом суть мема получается. Блядь, мне кажется, что у нас какой-то косплей получается, блядь. Ну, типа... Угу. Ну, это гангста косплей получается, да. Окей, а и что после этого? Что дальше? Ну, это целый... это слепок интернет-культуры. Вот эти мемы. Вот. На имиджбордах это вообще ходовая тема, считается. Ааа, и тут, типа... тут разные есть, да? Блядь, я боюсь, что это... Ну да, это как бы... Грязные шмы. Возможно, тут есть и писюны какие-то, поэтому поаккуратнее. Да, я вижу, типа... Ну... Хмельницкий Иван Бугун. Хмельницкий Иван Бугун, типа, краще засох на трусах у бати, а тут... А, это типа лох и это типа реально крутой кент, да? И типа они всегда... Юрась, ты знаешь что? Юрась это сын Богдана Хмельницкого, который просрал все казахство. Ты... Юрась Бульбазырил? Я 300-ое аниме смотрел, блядь. Ты Черную Раду читал? У нас по программе школьной. Нет. Ну вот получается. Вукамори я дуб зеленый. Мы не 13-ые, но ты тоже на память не знаю. Я на память не знаю, но я знаю, что это за стиль. На золон, да. Что так сонечко сияло, что-то мне ничего было. Мне так Люба-Люба стало, но иначе в Бога. Уже покликало ДП и ты не знаешь. Я единственный стих со школы знаю, это... Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm black to see you. Знаешь такое типа? Подожди, а где у тебя школа? Ты все в одной школе отучился? Ну да. Это где? В деревне. Третья школа. Город Бар. И там старшая тоже, да? Ну, как старшая? Короче, у нас был первый класс вообще в целом. Где можно было спать. Ну, это был хуёвый класс. Потому что там надо было еще и какать ходить в туалет, а я не умел. И срок постели. Хуёвый, короче, первый класс. Мы там кушали, спали и учились. Ни хуя не понял. И второй класс уже в старшей школе. Со второго по девятую и одна школа. Угу. Я там типа учился. Почему всех пермачами хуярят и не могу понять, блять? А, там боты напали. И типа да, вот так. А ты где учился и как? Я в Днепре. На крайне Днепра в школе учился. Как вы школьные годы? Российскоязычный. У тебя русский язык был? Да. У меня не было. У меня не было. У меня не пришлось учить со слов. До сих пор не умею говорить. Ну, по хуй, в принципе. Расскажи про свои школьные годы, как ты учился. Ну, в целом, с переменами. Вот, по-моему, с шестого по восьмой класс вообще хреново. Там до 7,6 баллов было. 7,6 баллов? Да, но уже в старшей школе нормально выровнялся. И у меня аттеста на средний балл 10,6 был. Это до 11 класса учился, да? Ну, я один раз перешел в Днепр из школы в центре в школу на окраине. Зачем? Ну, в математическом классе, кстати. Ненавидел. Не, дядь. Ну, ты хорошо учился в плане. А как тебе отношения с аноклассницами и аноклассниками? Отношения? Ну, в плане общения. Ну, как ты, как аноклассники там? Ты был задирой или типа тихонько учился там? Были ли у тебя мудмуазели или наоборот? Типа всех отшивал то, что был слишком красивым? Ничего себе, это шаблонная речь. Получается, я очень любил гонять футбол в козла. В козла? Да, мы иногда выходили. Ну, такое, на самом деле... Через козла прыгать типа? Нет, ты не знаешь, что такое, когда ты мячом гоняешь тупо в стенку и другой чувак должен ударить и тоже попасть в стенку. И самое клевое, когда ты вот об уголочек первым ударяешь и мяч в другую сторону. Ну, вот и как бы, ну и... Не, я знаю, мы играли двадцать одно и очко играли. Да, очко тоже. Очко классное. Ты бы на воротах, а потом в жопу бьешь. Типа. Да, там кавача, вот по-разному называли, оскорблениями всякими, блоха. Типа чувак, который должен на воротах стоять, а если пропускают, то надо допустить. Я не любил в очко играть, когда пропускал, мне мяч в жопу залетал. Ну, в целом, ну, бывало такое, что вот гулял, нормально проводил время, вот, и даже в гости заходил к одноклассникам, одноклассницам. А, одноклассницы? Ну, для меня приоритет, ну, ты же видишь, то есть, на кого я похож, получается. Человек, у которого приоритеты, это компьютерный мир и вот это все. Ну, ты нормально выглядишь. Ну, сейчас... Ну, старые фотки я не знаю, как. Вся, Игорь! Бля, на фоне один слой вообще отсталым выглядит. Хотя бы... Хотя бы за пасты... Ну, наверное, когда вы... Что? Ну, не буду реагировать. Во-первых, я чувствую себя не очень, типа, как, блядь, ебать, забаньте их нахуй, сука, реклама. Да, я немножко волнуюсь. Ну, это вообще оскорбление? Ну, нет, там просто телеграм-канал рекламирует, типа, с интимом. И надо банить. Вся, Игорь! Хази, кстати... О! Это... Я очень плохо к этому человеку отношусь. Почему? Он мошенничеством занимался. Когда? Да. Ну, подожди, я не знаю, насколько это чувствительно... Можно такое говорить онлайн? Ну... Ну, ты можешь говорить всё, что угодно. Если есть чувак Гудвин... Ты можешь говорить всё, что угодно, что он не нарушает правила Твича. Хорошо. Так что... Ну, я вижу твой взгляд, и ты очень хочешь нарушить правила Твича, смотря на меня. Не, ни в коем, Твич, ни в коем злое. Не, ну, типа, почему ты так думаешь? Он... Он же этот рекламный менеджер. Угу. И, ну, как завещали типичный рекламный менеджер, который, вот, как я понимаю, я не знаю, как сейчас, но занимался вот обманами всякими. И есть самый человек, светлый человек на земле, вот этот Гудвин. Вот, это чувак, который по Доте записывает... Ну, я знаю Гудвина, да, я смотрел ролики когда-то. Он именно, вот, как человек. Вот он очень добрый и классный. Вот. Очень редко такое встретишь, что именно... Ну, как бы это сказать просто. Открытые типы. Нет, обычно просто люди, блогеры, вот эти стримеры, они что, они все наркоманы, они обманщики и безответственные люди. А это реально хороший человек, который добрый сам по себе. Вот это вот самое лучшее слово, которое можно написать. И он вот его, вот этот хези, он пытался его кинуть, обмануть. Как понять кинуть, на что, на деньги, типа, или просто... Ну, как типично вот эти рекламные менеджеры делают, у них нет ни... Нет ИП, они никак не оформлены, и они просто... Вся их работа заключается в том, чтобы писать чуваку, я вот какой-то менеджер, вот. И я представляю его интересы другому человеку. Он говорит, что он его менеджер прямо сейчас. Ну, окей, может... Окей, сейчас-то может быть, сейчас у него хорошие отношения, но конкретно из-за этого факта я не могу воспринимать и адекватно относиться к этому человеку. Просто из-за того, что он когда-то такое делал, я считаю, этот человек вообще не достоин в этой сфере более появляться. Потому что это... Мне кажется, это должен быть крах репутации после такого. Ну, я не знаю, как сейчас именно слаживается ситуация в Хайзе и Гудвина, но он пишет, что он менеджер, но я думаю... Нет, сейчас, возможно, у них всё нормально, это просто моя позиция. Возможно, да. Ну, я да, я прекрасно понимаю. Бляди, идите нахуй своими 57 рублями. Злой, здоровый... Нихуя, Янах Трапа вышел. Янах Трапа, я не знаю. Почему они тебе сравнивают с ним, блядь? Ну, похуй. Интересуется... Я тоже рэпер записываю. Рэпер. Да? Ну, да. Я иногда под... Я, кстати, видел, где-то в телеге ты записывал на гитаре, типа, музыку. Нет, я под битву люблю наваливать, типа, оскорблять людей. Я тоже, кстати. Ты мой фристайл слышал? Нет. Не надо. Я могу под битву. Дядь, это будет очень, это будет очень хуё. Ну, давай танцевать тогда. Спрашивают, как мы познакомились и почему именно ты ко мне решил залететь на стрим? Как ты согласился вообще ко мне прийти на стрим? Чисто интересно. В смысле, это надо, типа, особое... Ну да, интересно всё, да. Особое состояние ума нужно для этого или что? Ну, причина, типа... Ты написал, предложил. Мне интересно побывать в хате, которая стоит больше, чем 5000 гривен в месяц. Заразумело. Заразумело. Может, потанцуем? Да, да. Давай. Хочется уже начать, потому что для меня это самое главное. Ты первый? Ну, я могу попробовать сейчас. Проблема в том, что я очень волнуюсь, у меня с этим проблемы. Брат, сейчас мы всё сделаем, не волнуйся. Сейчас будет всё красиво. Короче, сейчас мы будем танцевать. Ебать нахуй. Здравствуйте, я охуясь Лида. Неожелательно тебя тут увидеть. Смотрю тебя с адской дречильни. Классно. Спасибо за 50. Скоро будет новый выпуск, ребята. Серьёзно? Да. Через год? Не, сука, ты чё. Я понял, что это единственное, что у меня хорошо получалось по жизни, поэтому я... Решил попробовать ещё раз. Так, давай, короче, заберём эти нахуй стулья. Ты донаты слышишь, да? Да, слышу. Я их сейчас выключу тогда. Звук доната я выключу. Где контроллеры? Sony не работает. Так, брат, их надо включить изначало. О-о-о. Так, пацаны, с донатами круто, конечно. Я всё потом прочитаю. Сейчас я только звук выключу на них. Отдельно у тебя не выводится с этого микроханового БС, да? Нет, с моего основного выводится. Технологии, конечно, да. Какую песню врубить? Так, ты меня слышишь? Да, немного. Ой, спасибо. Ты можешь поднять наушники, брат. Слышишь? Вот так подними, потому что ты нихуя ж не слышишь, да? Какую песню? Дай лайки. Лада-4, говорят. Ой, блин. Наверное, нормально попробую, наверное. Ну, это сложно будет. Ну, для меня так точно. Ой, блин. Подожди, я кресло заберу. Я должна в женскую... Можно уборную? Давай. Попробуй, пока ты прыгаешь. Давай. Поставь, поставь пока. Выйдешь? Да. Так, щас, щас, щас я попробую. Пацаны, это так сложно, вы даже не представляете, как это сложно. Типа... Я минуту поиграл в эту игру, прихожу на кухню, он мне моет посуду. Я говорю, Витя. Говорю, не надо. Мы истремите, и у Витя. Немножко неловко. Типа... Ну да, я чувствую себя глупым, типа, на его фоне немножко, типа... Ну, прикольно, забавно. Я хочу выключить и звук на донатах просто. Как выключить, сука, звук на донатах? Ну, просто их нахуй отключить вообще. А потом читать. Ну, я буду их видеть, но я ебал, короче, блядь. Просто их выключу пока. Да, он классный чел, я не спорю. Он пошел сейчас в ванной в сумку. Я не знаю, что от него ожидать. Он сейчас может в костюме каком-то выйти. Я вообще же... Я же охуяю. Типа он сейчас выйдет, блядь, в каком-то костюме. Смешном. Женскую уборную, скажу, нам. Чат, 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 чат. Чистите. Дай ему грязюки, и он не против. Да и кой грязюки? Не, типа... Ну, блядь, мне не ловко, потому что он, типа, образованный в плане... Таких тем, других. А я вообще в этом не образован. Я такой, типа... Я там по жизни, знаешь, выкупаю, что там. А так не выкупаю нихуя вообще. Ну, не суть. Короче, я надеюсь, он вернется. Просто он ушел с сумкой. Он еще не вернется, будет забавно. Реально очень сложно, да Ну, типа Мне не то, что Ну, мне типа лайтово, но Ну, типа нет, но типа да Ну, типа мне по кайфу Не знаю, я хочу попробовать сыграть Тогда, раз мы типа смотрим Попробовать сыграть, да, чат? Луки, лайки, лайки, лайки Ну, ладно, давай мне эту хуйню Сейчас папочка покажет Ох, нихуя Давай, брат Подержи, только аккуратно, не ошпарь Давай, дядь, покажи грязюку О, хит, мэн Ебать, у него даже педали зеленые Давай Ты что, за псоса держишь, тебе? Какой нормал Давай, дядь, ебать О, хит, мэн Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, так в любви хард там или эксперт. Давай, у меня есть идея, знаешь, как сделать? Не игру, блядь, большую, а вебку побольше. Так, ширик, экран. Вот так, а? Неплохо, в принципе. Неплохо, да? Да. Приятного аппетита. Спасибо. А вилочку где такую грязную взял? Она здесь. В смысле, она не грязная, она чистая. Это стерильная. А, я имею в виду, ну ладно. Ладно, сейчас тогда континьюм. Что-то, есть что-то прям пиздец разъем? О, инвейдерс мазда, это про нашу родину. Нормальная тема. А может вот это, брат? Ты говорил, аниме песни есть? Да, есть аниме песни. Вот это прикольная. Блуменкранс, это, по-моему, из Кила Кила. Кила Кила? Где? Выше. Вот? Нет, это не то. Выше. О, это жесткая тема, слышишь? Самая верхняя. Самая верхняя. Вот это? Да. Не, это очень медленно. В смысле? Черт. О! Вот это лучше. Это телочки, видел я там все? Ты тикток смотришь, кстати? Это Blackpink, это кей-поп группа, наверное, самая по крайней мере на свете. Да? Ты тикток смотришь? Да, обожаю. И записываешь, наверное, еще? Да, конечно. Классно. Затиктокимся? Как это? Да. Шутка. Так, хард ставить? Или эксперт? Ну, хард это выхуйня. Ну, попробуй. Это я разъебу, дядь. Мячи. У ворота. Посмотри, как у меня мячи пиздат. Бля, слышишь, что ты нас... ПАМ, 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 ПАМ 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 Уёбище! Да как это, сука, фиксировать? Как, блядь, нормально? А ты сможешь на харде ёбнуть? Сложно, наверное, очень будет. А как ты тогда играешь? На нормале, что ли? Да, обычно, easy, normal. Смотри, я разъебал. Ну ладно. Последний раз. Давай. Ну, сейчас точно надо получится, я думаю. А что, оно не зависает? Нет. У меня такое было, что оно почему-то зависло. Блоки, типа, перестали ехать. Блядь, что я уебал? Ты стул ударил. Дай, так быстро надо этой хуйнёй ебашить. Это пиздец. Ну, еще раз точно, последний. Ты кушай, кушай, пока. Ладно. Может, в бокс потом сходим, не хочешь? Я очень хочу танцевать, это моя единственная пэшн в жизни. Убирай меня. Танцевать? Да. Как я проебал? Сука. Танцевать? Танцевать? Убедай? Танц? Танц? Танца? Продолжение следует... 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 Сейчас он так длинный, я не понимаю Продолжение следует... Как же он ебет, пиздец Мне кажется, он все танцы, я не знаю, блядь Он подготавливался, подготавливался к этому, че-то Он даже не видит, куда бьет, он просто бьет воздух, блядь Пиздец Он там еще глаза закрыл по-любому Видя, ты там глаза закрыл, еще говорят В смысле? Ну, с закрытыми лазами танцевал? Попадал по всем этим Вот это была песня про всех наших из Моя Гэй Садись, я попробую Дядь, это была очень охуенная Я думал, сама песня Но я ее не так охуенно слышал Там смысл очень глубокий Мне не слышно У чувака ЕОТ 2Д выкупаешь Как понять ЕЛТ, что это такое? ЕЛТ это интернет хуёвый? ЕОТ, есть одна тянь Ааа, это ты скорачиваешь ни хуя огромные слова? ЕОТ? Да И вот скажи, у Челла есть одна малая Съешь этому морковку полезную для энергии Ну ты нормально танцуешь У тебя же не было такого, что релейт был конкретно То, что у тебя девочка нравится Но она нарисованная, понимаешь? Вот проблемы очень большие У меня есть девка, которая мне нравится, но она за рубежом Но она меня типа не знает Похожая ситуация Да, но то же самое по факту Недоступно типа Но типа хочется резюки там насыпать А есть одна, но у нее есть сын И муж Е19 Тебе сыном нравится? Не, без сына желательно Ну похуй там Но она милая, типа очень Ну, как говорится, моя вайфу Но ты понимаешь, что с ней не будешь Потому что там как минимум муж Так, щас мы под Моргенстерна, да? Ну это не, наверное, это очень сложно О! Очень красивая песня А есть 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 Шестой опенинг Блича Ты Блич смотрел? Нет, не смотрел Блич Нет? Нет Вот эту я знаю Вот эту я знаю Вот эту я знаю easy, слышишь? Сейчас, секунду, я скачаю Блич Пиндулум бичкрафт А скачай мне еще Блич Хорошо Давай Артур, скажи Вите, лучшие работы на конкурс Гринскрина просят свою оценку Даст О, я могу тебе, кстати, показать Я конкурс по Гринскрину делал Типа, понял? Я на зеленом фоне записывал свои движения И типа делали работы Угу, прикольно Типа, вставляли все Ну, там есть охуенные работы А у тебя пиди пани закупил страйкл? Не Понял Он уже не знает 60 тысяч призовой 60 тысяч призовой Вичкрафт Не только Да, сейчас какой? Блич А какой? Шестой А как песня называется, ты не помнишь? Просто бляч У тебя в поиске Мургенстренд Ну да, я Типа, из всех песен на земле ты решил выбрать это? Да Да Ёпа, твою мать Артист как называется? Просто там много каких песен нет, поэтому не точно что оно будет Не знаю, брат Opening 6 Сука, я не ебул как он называется Алонис называется Вот он Сейчас вот это, да? Просто так вот Нет, оно так не найдет Да А по исполнительному попробуй, да? Нет, оно здесь не такой умный поисковый Вот этот, вот это попробуй, да Есть А ну? Да, вот вверху оно Или внизу О, это охуенно Это эксперт плюс Не-не-не-не, ниже, выше Выше, я тоже эксперт? Это эксперт плюс, да Дядь, ну шо ты за... А как исполнить? Ну по-моему, надо просто быстро двигаться, попробуй Ну давай попробуй, достойно? Да Давай попробуем Она уже есть, да, даже? Тут Должна быть Можно попробуй перезапустить, если нет Сейчас посмотрим Надо перезапустить Да Давай перезапущу А может не запускать, мне сейчас домой вернет, кажется Или не вернет Нет, запусти лучше Лали-лали пап Ах ебать Дядь, а ты долго? Ну в этой игре Типа танцуешь Ну я провел, наверное, неделю По пару часов Неделю? По пару часов? Да Потому что ты двигаешься как ебнутый демон Мне кажется, что ты, блядь, не с мира всего Чат Открою Всего лишь неделю Ладно А у тебя браслет есть, чтобы калории? Типа У тебя нету? Интересно, сколько калорий Нет, но Очелю с квест 2 Там должны ввести штуку Которая сама отслеживает все движения Более точно О, нашел воду О, она, кстати, не такая 4 и 14 Это не так сложно Ну попробуй Типа 4 секунды надо на реагирование? Нет, а сколько их на квадратный метр? Да ты ебанутый вкармень Камень, блядь, как это танцевать? У меня руки не такие быстрые Не, я ебал это Если не успеваешь, можешь попробовать Не полностью руку махать, а сам контроллер направить А нож тут типа по углу вот Не брат, я не могу Пендюли ты говорил? Пендалум О, да, да? Я не могу найти Или по алфавиту ниже надо Попробуем Вот, Вичкрафт Да, да? Да Ой, я знаю, это трек, дядь, это же вообще разъеб, да? Да, он Это же вообще разъеб Один из самых динамичных А, подожди, что? А, я только, блядь, по голову почесал Ну, если не я смогу, то ты точно разъебешь, да? Ну, я попытаюсь Ну, нормали, наверное Да, вот, кстати, я раньше никогда не любил пенду Но это часто любил Как бы, как битс Все песни делают очень хорошими А у тебя шлем без проводов, да? Да А, нихуя имба, бля Не, а тебе надо на эксперте, если я... Я просто это чувствую прям Это у меня харп, понимаешь? Хипа Харп это сложно, вроде, переводится О, пошла грязюка! О, пошла грязь! О, пошел! О, это уже неплохо получается Я сам ваху из себя! Как я так могу делать? Да, ебать, классно! Блядь, перепутал, сука! О, пошел! Может, отскорбление, да, прикольно Блядь! Видите, я проебал Блядь, это сложно, слышишь? Попробуешь? Сейчас, ну, садись Я бы хотел тебе, пока у тебя впечатление есть Поговорить с тобой об этом Смотри Ты записался в зал и бабки на это тратишь Да А у тебя есть шлем У которой располагают вот такими возможностями удовлетворять потребности физических нагрузок И для тебя это было бы бесплатно, прикинь? Так, можно совмещать Ну И зал, и это Это кардио, это побольше кардио Я просто очень удивился, что ты этим не пользуешься Я пользуюсь этим, меня тип приглашает Бустер Я имею в виду битсейбер А, мне бокс больше нравится играть в боксе Пиздец Попробуй, там один раунд, там пиздец кардио Один бой выстои Выстоишь, один бой Типу пиздак сломать просто на то GTA V RP Можно я сначала этот BTS Без проблем, Видя, конечно Послушай, просто зал Я хожу в зал Это на определенную часть мышц Я хочу, чтобы там ревье было Ты мне единственное, что в зале, на самом деле, нравится то, что там все геи, как я Ну, это нормально, да А кроме этого, причины в зал, можно и же дома заниматься Можно, конечно Ну, типа, про ЛГБТ-тему поговорить в зал еще никуда не шло Но, типа, чтобы реально заниматься, мне кажется, это просто время затратить, чувак Ну, я, смотри, я сейчас хожу с тренером Он мне показывает, что делать, я делаю и ухожу Я получаю удовольствие С плане физических нагрузок? Да А, я думал другое Не, ну другое BTS? Да Давай, брат А можно Пиндулму попробовать? Давай Конечно Давай Пиндулму, потом BTS Но, я тебе думаю, тебе надо Этот набор, мне кажется, меломана BTS и Пиндулму Тебе надо посложнее поставить, я с этим справлялся Тебе надо посложнее ставить Я не знаю даже Я не уверен, смогу делать нормал даже Да нет, да я на харде, смотри, как насыпал Да, ну, не гони Ну, ладно, покатай Так, я заберу кресло только Да он так насыпает, ему даже ничего не делает Я буду... Вот так Пиздец он насыпает, смотри Ой, сейчас А что такое, слетело? Так ты зажми его, слышь, ты можешь зажать веревочками Извините, пожалуйста, прости Ничего страшного Я волнуюсь просто сейчас Я тут волнуюсь, я уже не волнуюсь просто так, на локоть Как вам? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ой, ой! Давай, дальше, дальше, дальше! Дальше ты разбил! Нет, все нормально, все нормально. Извини. Просто тут, где главное не подходить. Нет, ну после такого провала только BTS. Типа, у меня сюда не пухнет. Главное, чтобы ты пальцем не ударил, все нормально. О, блин, очень хочется. Можно это? Конечно! Это эксперт только. Ты на эксперте сможешь? Я люблю. Бля. А че они серые? Ебать, он насыпает. Ты посмотри на него. Чуть назад. Чуть назад. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Ты посмотри на низ, посмотри на низ. Места, мало места. Посмотри на низ, на низ посмотри. Там же есть. Есть же граница, видишь? Я втяжу постоянно, да? Да, ты постоянно вперед хуяришь. Даже аниме не смог, ты перкинь. Давай еще раз. Ладно. Это лицом грязь ударить, понимаешь? Все, ну ты возле стены, у тебя очень много пространства впереди. Все, ну ты возле стены, у тебя есть. Как же он насыпает, ты посмотри на него, ебаный, снис. Как же он насыпает, ты посмотри на него, ебаный, снис. Он даже не смотрит, ему попутся. Хорош, блядь. Ну без BTS как-то не очень. Нормально, на, ебать. Да я думал, повыебу и смогу на SS, но видимо нет. Не, дядь, на SS это сложно. О, это очень душевная и милая песня. А вот это Nate Light Vibes. Что выбрать? Первое или второе? Вот эту. Где-то охуенно, я ее знаю. А эксперт? Да, это не Киминаж, получается, по я знаю, что я. Блядь, это какая-то резюка. Я не знаю, сколько у него сил. Я хочу, чтобы он в бокс пошел, кому-то пиздечок сломал. Просто. Под гачи попробовать? Да нет. Бать, он двигается грязно, пиздец. Он даже не видит, куда бьет. Он даже не видит, куда бьет. Он просто пиздячий. Как он попадает? Посмотрю, что он исполнит. Даже не видит, куда бьет. Чего ты по блекси пришел в 8? Так, половимся, кстати, блядь. Не забывай, половимся. На телево обязательно. Это Витя. Мне кажется, он сейчас обкиснет, пацаны. Может, остановить его? Может, остановить его? Немножечко, блядь. Не, мы еще пообщаемся. Сейчас он будет отдыхать, я ему бокс покажу. Ты как это сделал вообще? Причтение. Это тоже не BTS, к сожалению. Может, передоихнем? О, про Украину песню, ай, извините. Энормус Пиннис, это очень пиздатая песня. Она не про меня, к сожалению. Ну, дядь, это она очень сложная. Она очень сложная, поверь. А я не эту, я не хочу эту. Я хочу. О! Надеюсь, я у вас сидеть на приступах. Бро, нет, я обсуждаю, не умрет, он все нормально будет. Все нормально будет. Куда он летит, блядь. Блин, блядь. Видите, все чисто под BTS, клексит, нахуй. Он мне пиздак не дал, случайно, блядь. Блядь, на пизде. Чисто под BTS, резюку наваливает, блядь. Блядь, это грязно, это охуенно. Дальше, с ней, блядь. Блядь, это пизд. Блядь, это пизд. Блядь, это пизд. Ребят, мы на стриме, сейчас там, и у меня в гостях новый мембер BTS, который разваливает прям пиздец. Прям очень грязно. Да, че-то? Прям пиздец. Как же он наваливает грязно, блядь. Как же он грязно наваливает, это пиздец. Это не эмоции из портнайта, брат. Это опять группа такая из музыкальной. Мне кажется, он все пиздец не знает. Он специально готовился. У него же костюмчик такой грязный, как раз по танцам. Блядь, он настолько запарился, он даже два костюма на стриме. Пиздец. Такие навесняются. Он в одном пришел, пришел переоделся в другой. Яички мне говорят. Говорит, не обожись. Говорит, не обожись. Держи, говорит, не обожись. Садись, брат, садись. Садись, отдыхай. Отдыхай. Ебать ты. Я не знаю, сколько у тебя сил хватает. Как ебашить. На А всего лишь? Нормально, я думал на С. Это просто слишком хорошая битмапка. Воды тебе или у тебя есть? А смузи нет? У меня смузи нет. У меня есть коньяк. Пиздец. Ты хотел смузи? Да, хотел смузи. Хочешь, я закажу тебе смузи? Закажешь смузи? Да. А вдруг с ковида чувак принесет? Да не без ковида принесет. Там все легально. Хочешь? Ну я селера, а не с ковидом ты что? Я могу заказать. По голову. Давай в бокс. Ну сейчас ты посмотришь, как я хуярю. Хорошо. А потом мы передохнем, потому что после бокса очень сложно. И... И потом... Не, ну ты ебешь пиздец. Так. А мне надо что? Мне надо бокса. Как тебе танцы? Устал? Мне очень нравится. Ты Хайф Лайф не пробовал, кстати, играть новое? Пробовал. И как? Ну прикольная графика там. Но мне кажется, VR должен быть более практичным с точки зрения геймплея, потому что там типа ты телепортируешься. Ааа, да. А ходить никак? Нет, там можно ходить, но почему-то все убирают телепортируется. А от этого тошнит. Так, о, я дома. Ура. Какие игры ты еще VR пробовал? Ой. Я не знаю, я... Я тебе на тысяч 10 накупил их. Да? Да. Я тоже все скупил. Но мне больше суперход понравился. Так я давно же Black Friday была. А, Black Friday. Ты за полную цену покупал на? Блядь, у меня... А, я думал, ты гор запустишь. Это типа того, чтобы с кровячкой было. Не-не-не-не-не-не, я профессиональный бокс запущу. Понял? Ну, а ты знаешь о ней, да, тоже? О горе. Ну да. Ну там она типа смешная, с кровью. А бокс обычно ты не играл? Ну тут надо прям по технике. Я боюсь драться вообще, я не люблю насилие, типа. Так это же не насилие, это так, это же и крово. Ну типа как два мужика, типа, пытаются руками к лицу доброго притонуться, это насилие считается, нет? Ну, как тебе сказать, не очень. Вот именно сексистски описывать, если мужчины именно притрагиваются, это наш полный... Так и мы уж в перчатках. Тем более мы в виртуальном мире. Ну не знаю, это поощряет насилие чувак, ты, по-моему, нарушаешь правила печати. Не-не-не-не-не-не, это не по... Так, Витя, не надо так говорить, а то еще сейчас, блядь, телепорты скину. Так в смысле, так это, ну ладно, извините. Это спорт, Витя, это спорт. А, спорт, ну ладно. Это спорт. Так, я думаю, я звук тут выключу. А, он менял в ушах, сука. Можешь чат почитать? Я один раз тебе покажу, как надо пиздить, типа, и все. Ну тут ЛГБТ скину, мне, в принципе, нравится ЛГБТ, мне нравится смотреть на Радугу, вот поэтому, типа, хз. А ты что-то принес с собой? Не, я наркотики не брал, ни киев. Не, да я про флаг. А, блин, извини, забыл. И? Забыл, прикинь. Понимаю. У меня ЛГБТ флаг, но я не взял его. Вот, ты еще с фубаром общаешься? А, ну, говорил недавно, да, вот, виделся. Что? Говорил недавно, виделся. А, он с Киева? Да, с Киева. А Юранус тоже, вот, вопрос. Он не с Киева. С Москвы? Не, я не... А, так сказать, общаешься с медиасферой, кстати, если бы. С медиасферой. Ну, я бы очень хотел сверху сердечку, мне кажется, это гений, который время опередил свое. Ты прикинь, в начале нулевых сделать травести образ, вот, и тупо, чтобы люди, бабки и деды, которые вообще не выкупают, что такое, как бы, ну, транскультура, что это такое, что вообще такое травести. Чтобы они на Новый год ставили вот это чита-чита-дрито. Человек еще в нулевых сделал, типа, нацию геев, ты прикинь? Тихо. Сверкостью ручки, по-моему, нет. Так, а мы, 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 нет, мы поощряем, все, не надо тут писать. У меня чат просто, они такие, как я, глупые, так что мы не понимаем. Сидан, ты отпустился бы его? Подожди, тихо. Прикурыш, я говорю, что я не знаю, что это значит. Или до сих пор сидит там, в коробке, на коробке хлеба. Я не знаю, что значит, но если прикурыш, я не употребляю сейчас. Это с видоса. Не употребляешь? Может, с видоса, у тебя же видоса много пасхалок, они, типа, шарят за них. Ну, качемычный прикурыш, я, к сожалению, не понял, что к чему это отсылка. Где Влад при деньгах? Ну, ты можешь чат тоже читать. А, так что ты... Ну, вот это донаты, донаты работают. Ты озвучиваешь, а я не могу это найти. Ну, надо успевать. Вот, допустим, ну, попробуй, вот сзади нам общаешься, спрашивают. Вот, ну да, контактировал недавно. Вот. Ну, которые тебе интересны, можешь... Ну, мне кажется, это не комплексно, это не то, что формат толк-шоу, как это на письме. Ну, да, ну, это просто... Когда человек, типа, по факту отвечает на вопрос, да нет, из этого не получается никакой дискуссии. Ну, да. Мне кажется, это фейлер полный происходит, когда... Дискуссия получается у нас, а там ты просто даёшь ответ им. Сейчас лесной патч, это метаплей, что? Шаришь? Это фраза дедушки, актёра, героика. А, точно! Бля, это охуенно, кстати, было. Тут ещё раз... Бля, вы так охуенно снимались, как будто вы действительно родные. Спасибо. Не, ну, офигенный мужик. Ну, именно да. Он вот так жился именно. Мы с ним весь день провели, он рассказывал, типа, о том, как он жизнь провёл, там, летал по странам, девочек, там, куролесил. Душевно нужно. Что, на счёт девочек? Есть девочка? А? Нет. Хотелось? Мне сейчас, мне не хватит. Мне сейчас с этим всё... Можно не говорить. Не, если хочешь, можно не говорить. Бо, это не проблема. Квик матч. Чё пиздах, честно, бить кому-то, блядь. Что вы, что вы, что вы, что вы? Какие у тебя планы вообще, что-то на ютубе? Ну, что... Ну, вот я сейчас купил VR-девайс и занимаюсь тем, что... Ну, вроде, разбираюсь в обеспечении, в том, как этим делать, чтобы сделать материал про виртуальную реальность. Ммм, ты типа хочешь ролик посвятить VR? Я до в жизни 10 тысяч гривен не тратил на программное обеспечение. В смысле... Это ты про VR в целом или про программу? Ну, и VR в целом тоже. А, и про игры? Ну, это ж, мне кажется, это... Ты используешь его на постоянной основе каждый день? VR? Ну, я вчера играл, и у меня ребята в стриме, я так к ним прихожу. Мне просто... Ну, мне кажется, что вот это уже пришло время, когда это становится одним из девайсов, который в повседневной жизни появляется. Именно массово. Вот. Я, кстати, заметил, есть игра Battle Royale, понял, по VR? И очень много людей там играет. Ты играл? Ну, я еще не пробовал. У меня есть одна. Там типа лазишь, стреляешь, она как Fortnite, но очень много людей там пиздец играет в нее. Это круто. Ну, я... Типа, потому что я ничего не найду, но я ошибался. Блядь, и там будут игроки, которые играют без VR, потому что она бессмысленная без VR вообще в целом. А так, мне... Знаешь, как мне говорили, типа, нахуй тебе VR, если ты не будешь пользоваться, один раз поиграешь и все. Вот моего кента есть VR, он вообще не пользуется, а вот мне по кайфу. Какой-то боксецкий залупить или что-то еще, блядь. Ну, видимо, не пользуешься. Очень большая проблема. Мне кажется, я считаю, как бы ты в лотерею проиграл, вот получается, потребительскую, что ты приобрел девайс с ошейником. Брат, я это не приобретал, мне подарил на день рождения. Ну, получается, в лотерею принятие подарков на день рождения проиграл, потому что, ну, беспроводной девайс, который стоит еще дешевле, мне кажется, это... Мне надо просто затестить твой девайс, мне кажется, что это лучше, вот этого лучше нету ничего. Так у меня бой ободранный, у меня не так и здесь. Да мне похую, дядь. Ты знаешь, откуда я вырос? Я вырос, ты знаешь? Так а что, что ты культуру не принес, а вот это... А нахуя, культура, я культуру... Ты не понимаешь, когда тут все надоедает, бывает время, я просто беру билетик, еду в деревню и культуру, культуре возвращаюсь, так сказать. Ну, не знаю, мне кажется, без ковра на стене вот этот стримингом заниматься, как минимум, это неуважение. Бля, ковер бы повесить, да? Так да, так что ты, что ты за... А у меня вывеска была, но я ее сломал, наху. Что ты за хексагоны какие-то повесил, вместо того, чтобы реально красивый персидский ковер? Вот на рыночек можно, ну, пойти, ну, не на Бессарабский, конечно, ну, не... На лесовую? Да, на лесовую или на Минскую, нормальный рыночек. 200 гривен, ну, даешь бабушке и берешь отличный, ну, элемент интерьера дизайна, да? Из ней, приходишь с ней, да? Да, можешь, ну, можешь хоть окутаться в нем, можно даже, в принципе, как одеяло использовать, нормальные темы. Привезти бабку на стрим, что он нам не ковер побил? Не, не бабку, как одеяло, а ковер. А, я думал, бабкой прийти, типа, чтоб все нормально было, блядь, типа. А ты долго, ну, живешь на той хате, шо, видосе? Три года. Три года? Три года, я на этой два живу уже. С момента, вон, как... А, не, на втором курсе, да. Переезжать, когда думаешь? Переезжать, не знаю. Или не планируешь пока? Не знаю, может, в скором времени. А ты не боишься, что изменишься? За 300 баксов. Сколько ты платишь? 300 баксов. 300 баксов. За ту хату? Прикинь. Не, ну если райончик нормальный, то да. Каждый месяц теперь. Капец. Знаешь, сколько я плачу? Сколько? Косарь. На двоих. Я 500 плачу. По сути, я 500 плачу, брат. На 200 больше, чем ты. В принципе, ну, я понимаю, если бы понимаешь, что в центре, тупо выходишь на крещатик. Не говори район лучше, где я живу, не надо. Бравары. Да. Вот. Получается, если бы в центре она была, было бы очень, вот особенно вот напротив банка. А в центре нет смысла. Ну, ты прикинь, ты хочешь поскакать, вот реально, вот на митинг какой-то выйти, и ты прямо напротив площади живешь, можно сразу политическую позицию высказать. Это самое клевое, что может быть. Мне, чтобы на митинг приходилось 30 минут, прикинь, на метро ехать. А я видел, ты какой-то митинг посещал, в сториз. Против КСУ ты не посещал? Нет. Я на митинге не хожу, брат. Стыдно должно быть. Ну, первых коронах. А если не будешь ходить, у нас будут сажать, получается, вот за что, там, за чувства верующих. Вот это YouTube закроют, а тут это нормально будет. По-моему, не. Я не хожу, я не такой, типа, политичный. Так а что мне приходится за тебя ходить? Чтобы ты мог стримить, получается, мы скачем. Мне стыдно тебе. Ты, блядь, по фактам, типа, разъёб будешь сейчас у меня, да? Ну, бывает такое. Не, мне, если честно, не стыдно. Ну, ничего. Ну, ничего, придёт время. Когда закроют площадку, типа, подумают. Не закроют. Не закроют никогда. Блин, ну, ладно, не скакал. Наверное, они из-за этого закрыли вот так вот, будешь думать. А, не закроют, не закроют. Я уверен. Не, ну, просто ходить на митинге. Я как-то живу так, что у меня проблемы эти вообще как-то обходят стороной. Я об этом не думаю. Я думаю о другом. Ну, если у тебя такой майн-сет, то, в принципе, окей. Ну, я не могу чувствовать, что проблемы обходят моей стороной, потому что это моя страна, это моё информационное пространство, то, что вокруг меня происходит. Не, я новости читаю. Мне кажется, нельзя быть в стороне, потому что иначе у нас будет Россия. Так, на этом мы и закончим, я думаю, про политику обсуждаться. Я в этом не силён, так сказать. Чат, подписывайтесь. Телеграм-канал, Твич. Обсуждаем, так сказать, дебаты. Классно. На чём я остановился? Зачем жить в центре, если, ну, просто для места жительства, я считаю, что центр хуёво. Объясню почему. Не, хотя мой район тоже хуёво, дерьмом воняет, летом пиздец. То есть рядом с Зеленским хуёво потом жить? Ну, блядь, в центре ничего нету. Ты, прикинь, бесплатно можно на 95-й квартал билет каждый раз брать. Прям напротив тебя, прикинь, выглядываешь в окно, а там уже он с лысым, с кашевым выступает. Охуенно. Не, не, я бы не жил в центре. Во-первых, там дорого. Это очень дорого там жить. Там минимума тысячи баксов, и то хуйня. Не знаю, вот, например, на Подоле, столько же, сколько и на Болоне, или на, вот, на левом берегу. В принципе, максимум, там, на пару тысяч гривен больше, просто из-за места. Но они не так отличаются, чтобы... Ну, понимаешь, ты в доступе пешим хрящатик, это ахуенно. Да ну ахуенно не хрящатик, если все мои друзья возле меня живут. Мне нет смысла идти на хрящатик, потому что все близкие рядом. Ну, не знаю, поэтому, мне кажется, у тебя есть определенная вот эта проблема с тем, что ты не ходишь... И мне кажется, если бы у тебя рядом был пенчук арт-центр, если бы рядом были какие-то музеи, музей медуз, прикинь, в самом центре, если бы у тебя было это рядом, ты просто бы ходил, просто потому что ты знал о том, что это происходит рядом, и ты насыщался вот этим пространством. Бывают. Вот, последний раз в пенчук арт-центр ходил. Я ни разу в жизни не был в музее. Чувак, там вагины, там пока там вот эта порнография, прикинь. Релестические песни. Да, да, да. Настоящие? Да. Там экспонат называется «Ноши в вагине», в самом центре Киева. Бля, можно? И ты заходишь тут 21+, правда, ну тебя же есть, да? Сейчас Тремо можно туда, интересно? Ну, наверное. Ну, это же искусство. Да, да, это офигенно. Ну, меня не забанят за это, надо поинтересоваться, типа. Так просто пойди и посмотри, там реально нож в стеклянной колбе, и вокруг куча фильмов, там, где под очень винтажный какой-то VHS-эффект сделано, как будто люди там режут, срут, там вот это сексом занимаются, наркотиками. И это как бы арт-хаусные проекты, и они как бы пытаются мысли выразить то, что нельзя заниматься этими гадостями всеми путем вот такого гротеска визуального, получается. Когда ты смотришь на этот мир и думаешь, боже, какой пиздос. Бля, я ни разу не был, типа, в таких местах, типа, ну, где я был? Я был в Коперниках в Варшаве, охуенно. Знаешь? Ну, у нас просто, у нас каждый сезон меняется. У нас нету, типа, Коперниках. Ну, там огромные, я там 4 часа ходил, все вот эти эксперименты пробовал, всю, блядь, физику, химию, все, 4 часа я ходил. Вот на Ваденхане давно выставляли таксидермические, по-моему, год назад, или вот сейчас тоже какая-то похожая выставка животных, но пару лет назад выставляли, была выставка, короче, не-не-не, не мумифицирован, не знаю, как правильно это называется, короче, что-то из области таксидермии. Человеческие тела настоящие, мышцы, мозги и все остальное. Типа, прям живые? Да, и там именно по мышцам, например, растянут человек, вот так вот в разрез сделан, и описывается там, за что какие мышцы отвечают, и ты визуально видишь, это настоящее. Ну, это же не настоящее. А, не настоящее? Не говорю, это не настоящее. Нет, ну, смысл, это предмет, это выставочный предмет, для того, чтобы ознакомливаться. Вот, получается, это научпоп считается. А почему у нас... Это же не против... Говорить об этом, вот, говорить, что такое существует, это не противоречит правила. Да, это не противоречит. Просто понимаешь, брат, правила настолько, на твиче, типа, странные, что даже нету списка запрещенных слов. Все запрещенные слова находятся методом тыка. Что-то сказал, хуяк дали бан, ага, мы знаем. Ну, говорить об научной выставке, просто объяснять, что там, мне кажется, это... Нет, это да, это все нормально, просто, типа, все, типа, боятся, все, как на иголках стримят, но, в принципе, мы же привыкли к этому. Это нормально. Но на ютуб не хотят все никто уходить стримить на ютуб, это невозможно. Ага, слава косметики. Ну, пускай себе стримит, себе. Ну, типа, мне, у меня тут вся семья моя, я не могу уйти отсюда. Я знаю, следовательно, какие запрещенные слова ты знаешь, не надо отвечать, я его научил, все нормально. Сука. Байтеры, блядские. Бля, я так понял, мы боксницы играем сегодня, у меня что-то лагаются. Ну, не лагая, точнее, нету игроков. Блядь, так хотелось, вот кардио, это пиздец. Прикинь, я в зале позанимался сейчас, у меня до сих пор, кстати, мышцы болят. Ты час кардио занимаешься? Нет, я силовые у меня. Ну, и кардио у меня тоже не за час. То есть, если ты кардио регулярно занимаешься, это во время ты будешь толсты. Я знаю, я знаю. Не, ну, у меня кардио один раз в неделю бывает, и то у меня, типа, дохуя сетов тренировок и передышка пару секунд только. Я так, па-па-па-па-па-па-па-па, и все, я умаю. А так, в боксе именно, я после зала, после силовых, еще в боксе 5 игр отыграл, я мокрый, я как сука сижу вообще охуя. Да мы не можем поиграть, мы же Кент-Тоу ищем. Типа, видите, блядь. Но мне кажется, сама судьба тебе говорит, что тебе нужно в BTS практиковаться, и потом можешь оплайнать, чтобы айдолом стать туда. Айдолом? Ну, ты прикинь, сейчас. Я знаю, кто такой айдол, это тот, кто следит слишком, да? Слушай, сколько у тебя телефонов, господи. 20 долларов, чего, блядь, братик? Гоу хост на меня когда-нибудь. Плюшик, не, брат, я за деньги не рейжу. Сори. Аликс есть, Аликс там, не с кем. Что ты достаешь, брат? Я думал, у тебя здесь 7 телефонов. У меня Xiaomi, iPhone и iPhone. Почему их так много, здесь больше? Это новый iPhone, я купил вчера. Хочешь научить тебя? Учить что? Так же iPhone я покупаю. Я хочешь научить тебя. Что это? Это Huawei? Это флаг Украины. Любить Украину научишь? У нас много, мы можем друг другу многому чему научить, я так понял. Сейчас, я просто хотел показать. Айдол это... Айдол это, например, член BTS. Да. Это просто, или хуйня, например. Это тоже. Не, 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 ну нельзя так, типа, всех разные вкусы. Не, 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 хуйня это именно айдол, это называется, это имя айдола. Это не мат, это не оскорбление. Не, да я понял, я имею в виду, да не из-за правил, я просто говорю, типа, я не осуждаю вкусы музыкальных. В общем, я бывшая слушала BTS, и она меня заставляла учить все имена айдолу. Не айдолу, ну это... А, вот, хотя бы, я типа не знаю, что из этого, я пытался найти и на фото их настоящую, вот, но я так и не понял, что из этого. Как же я люблю BTS, вот. Вот, Нарджун, Чангук, Чангачку, Кугоэка, Митич, Джин, Юнги. Можешь показать в камеру? Да, сейчас. А, вот, я нашел много... Я пытался... А, ну тут засветом. Ну, не, в избранной лучше не кидай. Сейчас. Я пытался найти настоящую фотку, но там одни мемы, типа, вот это Чунгук, Митички. Это нормально вообще? Типа, вот, это первый мем, вот это второй. Так, покажи в них. А вот это третий. И типа, и все из них, и все из них, получается, азиатская внешность. Я не знаю, какая из них настоящая группа BTS. Вот если загуглить, ну, невозможно их найти. А, и ты не знаешь, кого ты слушаешь, по сути? Ну, какая из них, вот из этих трех? Ну, нет, в касках. Вот, получается, вот это степные, да? Степные, да, назовем. Или вот в армии, которые... В армии. Возможно, с армии это косплей, их на одно из музыкальных видео, так-то сразу не скажешь. Они же там тоже в разных, типа, шмотках. Ну, да, я бы сказал, что степные больше подходят, а в касках это... Нет, ну да, степные. Ну, это старый состав. Сейчас Чунгук, Чангачку, Гойка, Митич, Джин. И сейчас, по-моему, там Джеки Чан. Нет, я знаю, есть... Подожди, я вспоминаю эти имена, сейчас... Чунгачку, Ким Чун Сак, Ячминь, 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 Ячминь есть точно, потом Сам Сак, блядь, что-то... Ячминь... Блядь, подожди! Слушай, ну, было бы гораздо проще, если бы назвали, типа, Астап, Сергей, что-то нормально. Ну, по-нормально, побыстрее бы, да. Странно, типа, у них имена... Ким Чун, Ким Чан, Ким Чин, Ким Чин, Ким Чин, Ин, нет, Ким Чу, Кичун С... Блядь, я не помню, в принципе. Ну, короче, очень сложно, но это было все... Она говорит, мы будем заниматься любовью, пока ты не выучишь все имена типов. В смысле, то есть, не было секса, когда... Ну, это такой, типа, челлендж. Челлендж BTS. Подожди, а это было равноправие, ты такие же пытался выдвигать? А я хотел... Меня бы не стояло, что мне выдвигать-то? В смысле? Я буду трахать тогда другую. А какая разница? Пока ты... Нет, подожди, не важно, какой у тебя там либидо. Ну, нужно же как бы чувствовать, что отношения, это же ты не только отдаешь, но ты и берешь. Ну, да, я хотел взять. Вы дополняете по своей обоюдной инициативе. И надо было выдвинуть тоже что-то такое, типа, назови, что там, топ-5 Майнкрафт-стримеров Твича, типа. Вау! И тоже такая Чунгук, Чунгачкук, и вот тут это начинает. Нет, таки... Понимаешь, в чем прикол? Вот этой задачей я хочу, а она, типа, въебуется, что не хочет. Вот это обидно было. Я должен учить всех мемеров. Мне кажется, возможно, из-за этого теряется то, что какой-то коннект, в том плане, что она чувствует, что она тобой может манипулировать. Да, да. А тебе тоже надо, тебе реально надо было спросить, а там кто там, Navi, вот это, КСГО, типа, кто там, называй. О, да, называй Simple, Liquid, там. Так, дело в том, что я выкупаю, что она хочет манипуляции, а потом я сказал, все, я перевернул эту игру, и она уже хотела. Я просто обиделся, как девка. Я сказал, мы не будем заниматься сексом, не буду с тобой говорить. Ну, ты главное, из-за этого не обижайся. Да, нет, да, нет. И ни в коем случае из-за этого не... Я уже холостой. А, ну не пытайся, я имею в виду, в новых отношениях что-то такое из прошлого. Не, ни в коем случае. Главное, чтобы не было сексизма, чтобы как бы ты знал, что человек... Нет, я люблю девушек, у меня много девушек, вообще познакомлю тебя. Ну, в смысле, любишь людей, в принципе, неважно какого пола. Ну, в принципе, да, да, ты прав, да. Блядь, слушай, ты хороший... Но по ориентации просто гетеро, поэтому девушек предпочитаешь любовным планом. Да, да, правильно. Блядь, знаешь, ты лучший, ты подходишь для стримера на Твича, не хочешь попробовать? А это типа запросы такие, ГЭФ защищать на стриме? Нет, это... Ну, просто это мои взгляды личные. Да, это нормально, да. Нет, я... Блядь, ты меня так обезоруживаешь, я боюсь что-то лишнего, я сам скажу, что, блядь, меня потом не заманит. Я модератор просто. Что? Я модератор. Ты модератор, я модератор. Ты тихий модератор? Нет, я знаю одного модератора. Нет, ты бы не хотел попробовать или постримить? Я модерировать хотел. Твич? Да, чтобы кто-то хоть сказал, значит, пискнул про Украину или про геев, что-то обидное, или про женщин, я такой... И чувак лишается всех своих доходов, его публичная репутация просто в полный крах, и у него очень большие проблемы на личном фронте. Блядь, ты жёсткий тип. Тебя нельзя, модератор, брат. Тебя нельзя, блядь, так это опасно. А ты бы не хотел постримить? Дай мне ответ. Ты мне не уходишь от этого. Мне кажется, нужна какая-то идея, нужен какой-то концепт для этого. Просто пообщаться с людьми. Пообщаться. Обычно... Ну, я не знаю, мне именно какой-то надобности контактировать. Ну, я вот на улице с людьми иногда общаюсь. Да не, ну со своей аудиторией. Ты же вообще почти не контактируешь. Иногда на улице подходят. Ты делал в Инстаграме когда-то опрос? Опрос, да, делал. Вопросы, ответьте на вопросы. Я делал, я, по-моему, один раз на Болонской набережной был, и там очень много людей летом купались. Я сделал опрос, нормально карася выгуливать или нет. Вот, всё-таки, потому что я не знаю, в Днепр же, типа, он... Некоторые пляжи опасные, некоторые нет. И мне было интересно, можно ли выгуливать своего карася. То есть, что люди об этом думают. И люди сказали, да, можно карася выгуливать, видимо. Ну, просто я уверен в том, что многие, ну, хотели бы с тобой даже на стриме по себе пообщаться. Я даже сейчас считаю, что среди моих зрителей есть зрители, которые тебя смотрят, как минимум. Мне было интересно просто спросить, там, откуда ты родом, там. Ну, просто мне кажется, есть проблема в том, что если ты имеешь в виду какие-то форматы, когда люди контактируют друг с другом вопросами уровня «да», «нет», из этого не получается никакого интересного комплексного диалога. И просто, ну, мне кажется... Это не в уровне, да? Да не, не в уровне дела. Это абсолютно нормально, если человеку интересно узнавать об этом. Мне кажется, немного справедливо в плане о том, что диалог – это когда люди, оба человека, они друг о друге что-то узнают. А если это какому-то стримеру узнают и с каким-то еще предлогом, типа без возможности ответить обратно и спросить что-то обратно об этом человеке, мне кажется, это, ну, какое-то айдолизирование реально. Я понял. Мне не нравится такое. Тебе не нравится, что, допустим, меня спрашивают «злой, как твои дела?» Я говорю «но, а я не говорю, а я не спрашиваю, как твои?» Нет, так вот именно. Ты в битсэбере сидишь такой «гагага, люблю BTS». И не спрашиваешь, типа, как у него там, то есть в школе двойку поставили, а? А я тебе скажу другое, то что я со своими типами общаюсь. Ну, типа, если... Меня не спрашивают прямо. Всегда общаюсь. Нет, нет, я понимаю, я просто... Объясняю своё видение концепта, почему я не могу это сделать для себя. Ну, ты просто чисто физически, ты у десяти тысяч человек не поинтересуешься. Да, я понимаю. Как у них дела. Я понимаю, что этот формат более чем имеет право на жизнь, это очень классно. Многих людей это просто привлекает само по себе. Но мне очень сложно что-то внятное из этого сделать, потому что мне кажется, что я бы не смог как минимум для себя что-то интересное сделать. Я понял. Ну, я понял, к чему ты клонишь. Сука, вы что за мемы, блядь? Не, ну это понятно. Я не говорю, что это херня какая-то. Не, не, я беру, смотри, обычно кто-то мне что-то задаёт, и мы начинаем это обсуждать. И что-то проходит. Вот формат дискуссии какой-то? Да, да, вот это нормально. Вот знаешь, как на тупичке гоблин, типа, отвечает. Дебилы. А я не смотрел ни разу гоблина. Аниме. И сбежали, вот со всем стыдом, который только мог быть, и он всё что угодно может нести. Блядь. Да, мне кажется, людям самим не интересно, когда они, типа, видят вопросы. Что, любишь слушать музыку? Да нет, мне не такие, просто иосыпы, блядь, съедят, что знаешь, типа, блядь. Типа, м-м-м. Что делать, блядь? Интересно. Сколько самы, блядь? Ну, окей. Это, типа, один из видов стримов. Типа, мы просто сидим, общаемся, играем. Но есть ещё, типа, шоу. Помнишь, ты говорил, что тебе было бы интересно поучаствовать в Секретном Гитлере? О, Секретный Гитлер, да, это классная очень тема. Вот такое вот, да, чтобы... Я даже смотрел летсплей и рейл людей по Секретному Гитлеру, и мне было просто реально интересно, как это выглядит. И это, и у этого был очень, по-моему, миллион просмотров, и это действительно... Казалось бы, типа, люди играют в настолку, вот, кому вообще, может быть, иметь дело до этого? Но это, на самом деле, имеет право на жизнь. Хочешь? Я... У меня есть подруга, Дина, блин. Ну, и она делает вот эти, Секретный Гитлер, Мафию... У неё есть ИРЛ, Секретный Гитлер штука? У неё не ИРЛ, она прям делает на сайте, красиво. Ты просто заходишь в Дискорд, камеру включаешь, и всё, и ты всё видишь. Ну, это где? Я по Дискорду играл в Секретный Гитлер, но... Я думал, ты имеешь в виду про ИРЛ, вот, в плане, ты говорил, какое-то шоу такое, вот. Мне казалось, что когда люди делают какой-то продакшн, они имеют в виду, что ИРЛ это будет происходить, это как-то красиво. Ну, есть продакшн и в Дискорде. Ну, ты просто сидишь, она оформляет так, ну, у нас же нет возможности собраться всем, допустим. А ты сказал, что все на районе, типа, ребята. Да, но по поводу Секретного Гитлера нет. Что, всем плевать? Нет, она в Москве. Не, а вот, ну, своих ребят собрай, и ребята, будем в Секретного Гитлера играть, кто у нас фашек тут, не? Осторожно. В смысле? Это термин, который относится к настольной игре. Во, твич, понятно. Да, пацанам моим не так интересно. Потому что мы переиграли, но я думаю, тебе будет это интересно. Люди все равно играют, мне Дина недавно произошла. А, кстати, с чем, нет проблем? Нет, нет, нет. Ну, это просто, ты не можешь без слов, типа, вот, ты фашек, ты либер, ты гитлер играть в это, потому что в этом сама суть, это самое главное в этой игре. Можешь это делать, потому что это касается игры, это не оскорбляет никого, это игровой контекст. А, тогда нормально. Главное, послушай, смотри, бан может прийти, если ты прямо или не кого-то оскорбляешь. Допустим, я говорю, что ты такой-то, такой-то в агрессивной форме, или к чату обращаюсь, или угроза, тогда это... Чат, в смысле, как коллективный организм оскорбить можно? Да. Ну, брат, сейчас мы продолжим нашу дискуссию. Зои! Да. Привет, это... Так, я замучаю его. Ты там... Там кто-то... Да, я замучаю, потому что он мне сейчас насыпет запрещенку какую-то, понял? Сейчас, короче, я ему раздам пизду, пизду? Ага. Ну, пизды раздам, понял? А, то есть он молчит, но на самом деле он запрещенные слова говорит. Нет, я его замутил, мало ли он сейчас стрельник, понял? Ну, скорее всего. Да, я... Поэтому ты со знанием этого должен полностью его побить, чтобы правда и ЛГБТ победила. Все верно. Понимаешь, я несу ответственность. То есть ты сейчас будешь за геев драться, правильно? За то, чтобы у нас все было хорошо. Ну... Я буду драться за победу, Витя. Давай. Витя... Ебать, ты... Хитрый... Парень, я тебе так скажу. Хитрый парень ты, Витя, блядь. Хитрый парень. Ты себя видишь? Тебе комфортно? Ты себя видишь или нет? Я не вижу сейчас себя. Тут же три экрана и этот мужик типа везде. Вот, ты себя видишь? Угу. Вот ты видишь меня. Сейчас я ему пиздак сломаю. Ебать, а что я такой большой нахуй? Слышишь? Что я такой большой? Вся голова оторвана, мне кажется, нет? Бля, что я такой большой, ебать? Ты не наста... Да ладно, пытайся убегать. Что за хуйня? Ты походу атаку Титанов запустил. Тип, а как тебе пиздить? Алло! Да что я такой большой, блядь? Что за хуйня? Надо откалибровать уровень пола. Ты долбает, я большой, блядь! Ты посмотри на эту хуйню, блядь. Я гигант, блядь, какой-то, что ли? Ты попробуешь пол откалибровать? Там... Ты знаешь, как это делать? Да, брат, ну... Вот, калибрейт, попробуй через это. Самое первое. Так, просто понимаешь, в чем прикол? Вот, я просто сидел на полу, но сидел на кресле. Ага. И поэтому я такой, вот, я нормальный. Блядь, ебать я долбоёбая, кусок дурачка нахуй. То есть, можно расценивать, что ты не защитил, в принципе, все на стену? Не, ну ты видел, я же не могу защищаться. Я, блядь, у меня голова высоко, руки вот так, блядь. У меня корпус открыт, ебало открыто. Если бы я был модератором, возможно, я бы рассмотрел только... Не надо рассматривать, Витя. Не надо ни хуя рассматривать, блядь. Все нормально. Не надо. Ну смотри. Если не защитил на ринге, то надо. Смотри. Окей, шоу. Ну, секретный Гитлер. Есть мафии и так далее. Ну, мы еще монополию набираем. Есть еще и реал стримы. Знакомы с этим? И реал? Ну, и реал лайф. То бишь, я, вот мы, как, с Михалиной позавчера, я взял телефон. Кстати, штабик вот у меня есть. И мы ходили, просто снимали, стримили. А, такое? Да, на улице классно. Я когда-то, по-моему, я видел, как люди так делают, вот китайцы. У них это очень много. Да, да. И так же и здесь. Они с камерой вот так вот ходят, и прямо это немного неловко. Я бы так не смог. Не смог бы ходить так. Да, ну я ж вербин, типа, а не, ладно, сейчас нет, но в принципе... Ну, сейчас ты нет, бля, сейчас я смелый. Не, ну это классно, людям это очень нравится, и, допустим, ты можешь ходить на пробежку. С пожилым, мне было очень интересно с бабушкой было поговорить, вот так, знаешь, типа, в лайвстриме. Так можно сделать. Интервью с интеллектуальным человеком, мудрым, с опытом. Можно? Это было бы классно. У тебя есть такие люди? Я думаю, на рынок любой можно подойти. Бля, я боюсь на рынке стримить так, знаешь почему? Запрещенные слова? Нет, потому что могут вынуть, они же видят этот телефон как, блядь, как факел нахуй. А, я думал, ты сейчас скажешь, что там все за Твич выкупают, и специально тролят, понял? Да нет. Я просто помню, зашел на рынок с камерой, мы снимали, что купит тип на 10к, и за нами ходил тип, который наблюдал. Постоянно понял, типа, что вы тут снимаете, что вы тут снимаете. Но на рынок было бы охуяно сходить. Да, он скажет, не снимай меня, блядь, забери телефон нахуй. Так это же классно, не? Это экшен. Понимаешь, когда он так будет говорить, это будет расцениваться как, ну, по правилам это может немножечко... Ага, так можно поговорить с ним про правила, типа, начать ему объяснять. Типа, не говори тогда, уёбище. Да распечатать, понял, типа, и сказать молодой человек, ну пожалуйста. Да, да. Не, ну по базару было бы круто так походить, что покупать, хорошая идея. Нет, это планировал только в деревне сделать. Самое интересное, мне кажется, людям было бы Лесельпо. Лесельпо? А там интернет хуёвый, это же под землёй. У нас даже в метро интернет есть. Ну, а что там интересного? На всех станциях. Я ехал, у меня 4G летает, прикинь. Так оно сделали, да. А что там интересного, цены посмотреть? Или какие-то товары? Мне было бы интересно посмотреть, как человек, обновлённый ассортимент Лесельпо там, где в супермаркете бутылка вина за миллион гривен. Ты прикинь такое увидеть, ты шо? Нет, это дорого, да. Там вот эти банки грибов, вот тоже с такими... Прикинь, с камнем прийти и кинуть бутылку. А купить? Вот миллион лучше бы не вот на это, а реально на... На бутылку? Да, Лесельпо зашёл бы. Потому что я бы не беседел бы сейчас, блядь. Да, офигенно. Да, вообще бы охуенно. Сука, мне никого не находят, пиздец, так обидно, блядь. Ой, что это? Ладно, давай лучше потанцуем. Да. Потому что ну его нахуй. Тебе нормальный BTS? Не понял. Ой! Стой, стой, стой! Витя! Витя! Витя вернет! А оно есть. Привет, брат! Давайте пиздак сломаю. Оно есть? Да, есть. Так, а на стриме его нету, ты знаешь? Да, да, я закрыл, видимо. Не, я сейчас открою. А где мышка? Ебаный снич. Есть мышка. А, всё нормально. У тебя так же можно сделать? Я не разбирался ещё. Но там беспроводной каст в окулисе. Так, у тебя вебка есть, да? Всё. Сейчас ты посмотришь, как я ему распиздак сломаю? Угу. Ты не хочешь, да, участвовать в этом? Ну, насилие поощрять, если честно, я боюсь. Ну, тогда лучше танцы, да? Да, я бы потанцевал. Сейчас ты увидишь, как драться просто с теплом. Можешь пока чат почитать? Вот чат. Ага, сейчас. Ахахахахаха. Давай, уёбище! Давай! Ой, блин, оно очень быстро. Вот это как артхаус. То есть, пытаешься вникнуть в мысли, и тут вот эти... Сложно очень, ну, как... Уёбище, блядь! Чего так дёргает? Блядь, пиздак мне хочет сломать. Давай. Тут ещё как в боксе раунды? Да. Оу. Блядь, а что за хуйня? А чё... Почему ты так... Я думал, ты реально драться будешь, и ты просто вот так вот... Боже. Не, ну это... Мне пизды дали! Мне дали пизды, слышишь? Не защитился я носи, походу. Да не знаю, он сильный какой-то. Блядь. Шо такое? Да как он мне так насыпает? Как ты понимаешь, что он тебя атакует вообще? Он дёргается просто. Блядь, что это такое нахуй? Ты стол ударил, подожди. Давай, брат. Спасибо. Всё, я потушил его, девку эту. Потушил. Не, мой разъебу ещё взять. Чё такое? Да, блядь, да как это уёбище это делают? Даже не могу понять. Это вызывает, видишь, насилие вызывает у тебя агрессию. Что? Нужно аниме-песеньки для девочек. Согласен. Вот оно делает тебя добрым, вот именно спокойным. И веселым, да? Ты можешь медицировать даже в процессе, но это нормальная тема. А ты пробовал медитировать? Когда играю одновременно. Ну, вообще. Да, конечно. Потушил, блядь. А тут такой боксёры? Да. А здесь нет модельки Дмитрия Гордона? Что-что? Дмитрия Гордона нет модели? Нет. Блин, я хотел его избить бы. Модельку, в смысле. Ты аккуратно, ты сейчас компьютер ударишь. Я его второй раз потушил, дядь. Все, отошел. Изи. Не, сейчас выебу его, быстро. А сколько там, 12 раундов? Да. О, боже. Ну, сложновато немножко, по кардио. Изи. Видел? Угу. Как тебе? Неплохо. Неплохо, но пытаться вникнуть в чат одновременно вот с этим, это немного какофонию вызывает вот мысли. Но там вот кам пишут флаги ЛГБТ, я не знаю, какая из этих мыслей вот именно вот стоит её захватить, чтобы понимать, что это именно идеально описывает стрим. Да, сложно, сложно концентрироваться. Да, стримером очень сложно быть. Вот типа надо выбрать между ЛГБТ флагом и кам или оскорблениями личными. Понимаешь? Не, не, не. Не так всё, видите. Дота VR, чё, блядь? Это что такое? Ни разу не пробовал. Так, секунду. А где, как понять, где BTS? Что ты можешь BTS найти? Ой, я тоже, кстати, его BTS называю. BTS? Да. Я никогда не слушал, но мне хуйня нравится. Хуйня это заебись. Кто хуйню слушал? Не, по-моему, не надо спрашивать такой. Чё-то вы, блядь, конечно, сука, хитрые. А что они спрашивают? Про телевизор. Что думаешь по поводу телевизора? А это против правилов, это чё? Нет. Это не против. Я жачкошник. Нет, ты, конечно, можешь сказать. А, я понял почему. Это потому, что BLM, политика, разбитые телевизоры. Да. Это такая логика? Привет, Слидан. Я смотрю тебя с первого видео. Хочу слушать BTS каждый день. Братик. А, всё. Больше донатов нет. Спасибо. О, осуждаю. Блин, здесь глаза разбиты. Как ты вообще всё это понимаешь? Это очень сложно. Я привык же. Это же стриминг. То есть у тебя для этого пять телефонов, ты обычно вот так вот с ними сидишь? Не, 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 не. Ну, Xiaomi вот этот, это только для стриминга, понял? Угу. Это старый айфон, а это новый. Всё. Больше ничего нет. Ну попробуй одновременно пользоваться, мне кажется, нормально. Да, нахуй, ну надо. Ну можно же разделить, типа, экран, понял? Вот как здесь. А, на три сразу телефона? Да, да, понял. Ты звонишь одновременно, сидишь и Flappy Bird играет. А ты видел типа, который с тремя айфонами по Киеву ходит? Не видел? Мы сидели хавали, типа, три телефона, и он каждым, типа, вот так, каждым сидит, вот так говорит, тут говорит, тут что-то мутит, вот так. Типа, напиши. Бля, ты Риля не видел? Не, ебай. Это мем какой-то? Это настоящий штрих. Сейчас тебе покажу. Я сам охуел. Сейчас. Вот Clubman, кстати, написали, полновероятно, что это. Вот я сейчас тебе настоящий мем покажу. Две, две, две. Тип, две. Чел с тремя айфонами. Ага. Украинец с четырьмя айфонами. Подари айфонами. Страна ее, ой боже, стыней. Закрой, пожалуйста. Инстаграм. Смотри. Артур Гоу, green screen видосы с Витей глянем, когда уже победитель конкурса, скажем. Надо, надо, кстати, выбрать победителя. Да я не хочу, типа, с ним это смотреть. Это... Или ты хочешь посмотреть? Про green screen. Как, типа, и делали. Ну, можно. А можно как-то сделать так, чтобы прощаль небольшая была, чтобы я BTS танцевал, чтобы, типа, настроился в нормальную тему. Хочешь BTS? И одновременно оценивал. Ну, это... Нет, если хочешь, можешь танцевать BTS. Конечно, я хочу. Я очень люблю танцевать. Просто я не хочу... Ну, это, типа, долго. Я не хочу этим заниматься. Именно... Я тебя приглашал не для того, чтобы видосы оценивать. Кстати, посмотрите, что мне Витя подарил. Я думаю, это самая дорогая вещь, что в доме. А открывать можно? Да, открою. А как? У тебя нет этого консервированного ножа? Он мне подарил носки. Я забрал. Я забрал. Я забрал. Ох, ебать, танцорист. Я ебуту Люсину. Я больше вон не въебался в стену или в палку. Как вам стримчат? Донатов много? Я вижу. Я вижу по целям. Мы скоро будем закругляться, наверное. Скоро будем закругляться. Ты же не против? Против? Осторожно, назад. Бля, ну типа я в боксе хорошо ебнул. Не, ну, с его танцами я не сравню с нам. Бухач, знаете кто это, блядь? Это у меня, сука, я запустил стрим, привел гостя. Вы даже не знаете, кто это, блядь? Не знали кто это, блядь. Ебать, бессовестный он, блядь. Ну еебаны с ним. Небудь, не спидать, да, спидать. Слига. 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 Ты говорил, что есть место, чтобы попрыгать. А ты хотел больше места? До чего я это прикасался? К моим рукам. Хотелось бы смысловую нагрузку. Как ты думаешь? Ты вообще этот трек запустить? Подожди, я забыл баннер. Что ты скажешь по поводу этой песни? Я ее не слышу, но я слышал только пенис. Я слышал только пенис. Типа имеет ли размер значения? Ну если честно, то скорее всего да. Но не в моем случае. А что у тебя маленький пенис? Видите? Остается только кей-поп слушать. Мне просто подруги говорили, что я член. Фьючерфанк. Ты знаешь такое фьючерфанк? Нет. Это целый жанр музыки. Мне кажется, это самая светлая музыка, которая дает тебе понять, что мир это потрясающее место. Это розовые очки, только не очки, а звуковые волны, которые можно применить на свою жизнь и чувствовать себя прекрасно. Ебать ты насыпаешь, я нихуя не понимаю, Витя. Ну прощай, это нужно... Блин. Попробуй загуглить эту песню и прослушать сейчас, если не слышишь. П Видео. Где вы до нас? Где реклама? Буду туда. Может в телегу пышет. Следовательно, над ведьмой затыщить, да и мы не стали интересными. Я не понимаю, что такое Virgin, какие-то вот эти темы, я вообще ни хуя не понимаю в этом, пиздец, я вообще ни в этом не понимаю, ни хуя, вот ты ебаный снич, да на хуя с Жожей кидает. Ебать, мем кидают какой-то, сука смешной, что вы ебаный в воски кидаете. Я просто в этом, в этой темы, в этих темах я не очень силён, поэтому я и позвал человека, что можно нам сказать вам. А он нормально так двигается, может, кого его. Блять, надо тёлок звать, что они так двигались, ебаный снич, а Витю позвал. Так он ещё не только нацу, да ещё и, сука, все эти кнопки нажимает, пиздец. на хуя. На хуя. Ой, блять, что это был? Как это? Что это за? Что за хуя? Мне остаётся только смотреть и слушать, блять. Не, ну я рад, что он нравится, типа это круто. Это по кайфу вообще. Знаете, чтоб он книге посоветовал? Витя. А какая у тебя музыка ассоциируется с жизнью радостностью? У меня? Да. У меня рэп. Какой? Моргенштерн, Пассасси. Ну я серьёзно спрашиваю. Но... Не знаю, короче, не знаю как это объяснить, но когда я нахожу новый трек, который мне нравится, он меня так заряжает охуенно, типа это прям пиздец, я не могу, я слушаю его каждый день, я очень счастлив. А потом он затухает и всё. Ты в Undertale играл, кстати? Нет, но я знаю музыку с Undertale. Ну песни, да. В смысле? Ты разве не... Ты не играл, но я знаю... А ты не чувствовал он вот так? Я чувствовал... Я... Ты ЛСПЛЕЙ хотя бы ПФДПА смотрел или нет? Нет, я видел косплей и видел треки с этого. Там же история целая на душе, надо прочувствовать, понимаешь? Я не понимаю эти игры, блять. Ты не... Это история... История о ком, блять? Это piece of art, понимаешь? Piece of... что? Боже... Ты ещё раз хочешь попробовать? Это Megalovania. Не, не играл в это. Это один из самых пиздесных треков из Undertale. Это-то я знаю. Причём цемент ремикс, да? Да, это сник. Ёбаный, блять, снич. Блять, дядя... Мне кажется, он специально готовился к этому стриму, типа, блять. Он будет просто танцевать, блять. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Оно зависло. А, всё. Ты его знаешь. Откуда знаю, там никто уже не знает. Пиздак не дал. Ладно, чтобы я сейчас пиздак не дал. Всё нормально будет. Удаааак Кипать Кипать мансует бля, ебаный синич бля, ты пугут Блин, а вам игра самая-то нравится, Битсайбер? Типа, чтобы танцевать на стриме Хотели, чтобы я бы танцевал даже в Соленово? Я просто что-то не тестил ее Я просто хочу еще Хайфлайфа проходить На стриме как-то, но это такие Возьмем человые дни, на выходные может Пойдем в Хайфлайф поиграем Странный череда, ребята, он очень странный Я вам к тому порой историю рассказываю, что он веселый Сложно Сложно? Я не душнил, я просто очень люблю в это играть Да не, нормально, давай я попробую Кстати, типы спрашивают Какие книги посоветуешь? Ты читаешь вообще книги, литературу? Ну, сейчас я читал Диалоги Платона, я где-то на 70-й странице И там То есть получается Ну, чувак, Платон У него там персонажи Вот этот, Сократ В мысли Сократа, которые Несколько страниц длится Вот какая-то одна такая мысль, типа Ну, вот, получается Мир несправедлив Да, то есть Кто такие богатые, кто такие бедные Я заметил, что это все умещается в цитаты с паблика в нуля Я понял? Вся смысловая нагрузка вот этой херни античной Вот, получается А какого года эта книга? По-моему, ну, какой-то век до нашей эры, если не ошибаюсь А много ты? Ну, посоветуй пять книг, типа Не, ну, это нормальная тема Не, ну, я знаю, что это нормальная тема Ты читаешь это? Читаешь вот там комментарии переводчика, который сам ни хера не выкупает Говорит, типа, ну, это отсылка вот к мифу какому-то Вот, и ты думаешь, блин, капец, я умный, типа, я вот это гамно читаю А на самом деле мог в паблик об нуля Я потратил там пять минут Это интеграция сейчас Пять цитат Понял, типа И ты тоже самое выкупаешь Ну, не, не обязательно Можно, типа, брат, я люблю, я вот это, типа Ну, пацанский Ты на понтах, я на каблуках Да, ты на понтах, я на каблуках Вот заходишь За пацановы двор стреляют Заходишь и реально идентичную информацию поглощаешь Так ты думаешь, откуда они эти фразы берут? Ну, типа, в паблик с книг То есть, все ребята, они читают античную литературу, да, получается? Наверное Расскажи пять книг, которые бы ты посоветовал для типов, которые хотят, ну, типа, что-то насыпать Ой, я тогда хотел бы пропаганду выливать Получается, Место Педмогильного Тигроловый Только рассказывай, о чем книга Тигроловый, это, короче, Тигроловый, это, ну, в целом, что без спойлера А, с первой, да А Место Педмогильного, это реально очень жизненная история про чувака, который с села приехал в Киев, в столицу покорять и реально покорил Он там еще, ноушит, он там, короче, он подселился к семье и трахнул мамашу Серьезно? Который, который он подселился Это true story Типа, в этой сезоне, это в школьной программе Вот Но она даже не этим, не приколом захватила, вот этим, а именно вот душевностью всей истории Потому что реально очень талантливый чувак писал, тоже порепрессировали, по-моему Вот, у него там было три телки, он там стал писателем про бритву Только не спойнили сильно так, чтобы им было желание прочитать История успеха, вот получается, из глубинки в Киеве Очень интересная, да Вторая? Вторая от игроловья, это про репрессии Типа, чувака, который там где-то в Транссибирской вот этой железной дороге убегал от тварей, ну, советских, которые убивали людей Вот, ну, раньше было Вот, черно-рады, ну, это про выделение право-бережной, лево-бережной Украины и про то, как, типа, у нас, как бы, наша родина тогда страдала из-за этого Это про Украину, по сути, да? Третья книга? Да А четвертая? Так, сейчас, чтобы, если школьная программа, чиня... А вообще, а можно мангу? Мангу, конечно «Elf and Light» и «Gintama» «Gintama»? Да Это, ну, если же адаптация, я не могу Мне кажется, самое, ну, то, что должен подчерпывать, ну, современный человек из всей мировой литературы Это японская манга и украинская литература по школьной программе А такие про психологию книги, ты читал какие-то, что-то такое, типа? Про психологию? Ну, я начинал много чего, но именно так, что я дропал, я не заканчивал, потому что там... Не нойки поделал? Ой, там такая дрожь, что-то, типа, люди графоманию начинают какую-то, типа, что есть человеческая сущность? То есть, как бы, как строить, из чего строится твой, там, психический, психологический портрет, вот, как бы, что такое доброта? Нет, это, типа, резю какая-то, ну, типа, хуйня Ну, там именно... Ну, я, в принципе, я люблю, типа, художественную литературу, вот, но очень не люблю, когда она, там, графоманского очень... О, вот, украинскую, кстати, даже в универе... Сергей, сейчас, как ему... Как тебе... Сергей... Не, не Сергей... Мастер Маргарита, ты читал? Да, я читал. Как тебе? Ммм... Ну... Интересно. Вот мне понравилось, то есть, референсы. О, кстати, а ты Библию читал? Да. Прикольно. Не, 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 не всю Библию, я читал путь. Я перечитывал там Динцест, офигенно. Я путь Иисуса читал, с нуля, типа, до конца. А... Не, ну, надо именно с Старого Завета, чтобы полностью проникнуться, типа... Не, полностью Библию, ну, ни старого, ни нового не читал, это... Ну, я читал просто путь Иисуса, типа. Мне кажется, вот, вся суть вот людей, которые, ну... Нормально вот им раздыхают. Сейчас я... Ну... Да, блин, это просто, как бы, надо найти слова. Да, да, я... Осторожно лучше с этим, типа. Ну, в общем, я, как христианин, уважаю вот такую литературу, открытую. Там, где люди не боятся и про, вот, реальные вещи, типа, инцеста с малой. Типа, вот, как там батя в пещере, вот, голый перед своими дочерьми. Вот, нормально, в принципе. Я думаю, это... Ну, меня... Меня устраивает это, потому что в этом есть реальность, да? То есть, с одной стороны, ну, в Бога верить, что? Ну, как бы... Ты можешь представлять это, как... Да, можно по-разному. Ну, как какую-то идеализированную веру. А с другой стороны, это же, ну... Она же не присутствует в вакууме. Это часть нашей реальной жизни. Инцест тоже часть нашей реальной жизни. Поэтому мы должны понимать, что, как бы, и христианство, и инцест могут быть в одном предложении, и даже вот в одной комнате. Это всё относится к литературе, чтобы вы понимали. Книги. Книга. Библия. Твич. Не баньте. Да, это было очень опасно, но это было охуенно сказано. Типа, ничего страшного в этом нет. Так. Станцуем, брат? Давай, попробуй. Что это? О, это фичерпанк. Попробуй, нахерде. Попробуй проникнуться именно добротой вот всей. То есть, ну, получается, вот этой музыки. Добротой, говоришь? Да, но это именно... Оно должно тебя в флешбеке к самым приятным вот таким ощущениям, вот то, что у тебя было по жизни. Не знаю, там, вот как в селе, то есть, ну, лепёк корову увидел или что-то такое красивое. Как первый секс в селе. Да. Вот ты читал Кацубинского Интермэццо? Не, нихуя себе. Я знаю... Это очень короткий рассказ. Он типа о том, что чувак от железной руки убегает от города и в село. Приходит и просто там тупо графомания медитативная на 20 минут. О том, что как офигенно в траве валяться в поле. В поле. А, я что об этом слушал, но я не читал. И не рискнул, как бы. И ты про эту песню имеешь то же самое в виду, да? Ну, в принципе, да. То есть... Типа я сейчас под японские ритмы буду представлять, как я хожу по селу. Да, можешь представлять Кацубинского, у него там усыки, ты понял. В принципе, одно и то же, что аниме вот это японское, что украинская литература. Украинское всё. Ну, она не сильно с моей деревней ассоциируется, но... Аниме? В смысле? Ну, потому что... Украинская деревня это самое анимешнее, что можно представить. Нет, я тебе скажу так, что из аниме моей деревни мне нравятся закат, рассвет и зима. Это пиздец. Нигде лучший закат, рассвет и зиму я не видел в мире, кроме своей деревни. А ты во Львове был зимой на праздники? Нет, я ни разу не пытался. Там ярмарки такие офигенные. Я очень хочу поехать. Я кайфанул так от ярмарки в Виннице, когда я зимой распъехал, там в Глинтвейн. Ну, там маленькая ярмарка. Я видел во Львове фотки. Там именно такие штуки, как реально в аниме, на каких-то фестах. Там яблоки в карамели, всякое такое именно. И перелавки такие деревянные, это очень атмосферно. У нас в Киеве такой хуйни нет вообще. Она есть, но она... Я видел, ярмарки устраивают периодически. Правда, у нас торговая, я видел. Бухта на Подоле. Прям на набережной. Там реально стрит-фуд очень, типа... Сейчас, типа, или летом? Сейчас есть, но периодически у нас такое дофига появляется. Я имел ввиду про зимний период. В летнем периоде классно... Я тоже думаю, у нас что-то... Во время коронавируса, конечно. Ни хуя не будет. Но на Андреевском спуске, типа, возле Софийской площади, всегда было что-то зимой. Но там, типа, не так атмосферно, как, допустим, в том же Львове. Потому что там какие-то домики, как раз... Потому что, как можно, сука, гулять по ярмарке? Вроде бы так пробираться от этой атмосферы, а потом смотришь, и этот ебаный огромный отель стоит, который, блядь, я смотрю, типа, блядь, мне все сбивает всю атмосферу. А вот во Львове вот эти домики красивые, маленькие. Так как хочется тегнуть его, типа... Что хочется? Тегнуть? Тегнуть телеграм-канал. Нет, блядь, просто... Ну, как-то он не вписывается в это дерьмо, знаешь? Типа, не из-за этого раздражало только. А во Львов надо съездить. Но жалко, что не будет ни хуя во время коронавируса. Так. Вот это я хочу. Ну, попробуй. Септембр. Это Стигматор, нет? Да, Стигматор. Ну, это, типа, хард метал. Стигматор, типа, девушка, да? Да, попробуй нормальный хард метал. Думаешь? Да, да. Это тяжелая музыка. Витя, Витя, ебать. Оп, оп! Тихо! Сука! Я только прис... Давай еще раз. Все, я готов. Да, классно. Пам-пам-пам-пам. Ритм, да? Пам-пам-пам-пам. Да? Витя! А, что? Ритм, говорю? Ну да, тебе надо в ритм все туда. Тебе не обязательно пытаться именно филигранно это сделать. Главное чувствовать, там, какие басы, хай-хайды это происходит. Ну так, да? По кайфу чисто. Расслабиться, типа, я в селе своем. Йоу, иду по своей деревне. С бутылочкой пивайсика грязного. Ебать, со мной кенты. И мы идем жарить девочек. Дааа. Или играть в снежки на саночках. Чисто кататься с горочкой. Уууу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам В этой программе? Ну, в битсебере карта. Но вот это из фьючер фанк пака. Это жанр такой музыки. Там, где сцемплируют старые японские треки. Поп, по-моему, начиная с 70-х большинство. И делают такую прекрасную музыку на современный манер. Звучит круто, мне нравится. Если говорить простыми словами... Ну, это очень легко. Может, я просто кайфую, расслабился нормально. Вообще, да. Когда ты ловишь драйв и ритм, то оно намного легче. Я прям не чувствую, понял? На самом деле, нужны очень хорошие наушники. Вот в них вообще почти все идеально получилось. Вот эти хуёвотипы? Ну, они далеко от ушей. Я использую именно специальные, в которых я хожу, маршалы. Я именно подключаю их к кацетам. Нихуя, маршалы. Чтобы они плотные были. Это я мажор еще, да, блядь? Они не дорогие. Я правда... Ну, ладно. Были, у меня черные получаются. Вот. А я решил, чтобы к луку подходило. То есть, коричневые купил. Ну, новую версию хотя бы, да? То есть, 3000 гривен потратил. Нихуя себе. У меня дешевле стоит. Часто на себя деньги тратишь? Ну, в последнее время я люблю в веган-разделе сельфо залипать и тратить. Там столько импортов, блин. Я никогда не... Ты прикинь, чтоб в Украине полки заполнялись тупо продуктами из ЕС, как... Это только в сельфо есть? Не, просто в обычных сельфо. У нас во всех обычных сельфо уже, особенно в дизайнерских, которые делают... А, я видел во Львове гиташные. А у нас в Киеве дохера их, вот на Подоле очень офигенно сделали. Там декорации, там трамвай ездит просто по всему магазину, вот так вот поверху. Типа это референс к подольскому трамваю. Бля, нормально разъебали, нормально. Бля, вообще изи, может на харде. Тебе, просто знаешь в чем прикол? Ты вот знаешь очень много вот таких локальных визжук. Типа там сельфо красивые, музеи. Понял? Я в этом ни хуя вообще не шарю. Я знаю там пару кафе, где я ем и все. Типа я больше так... Мне кажется, нужно удовлетворять свой запрос на что-то как бы надо. Да, но меня жажда это, чтобы это тоже видели и они. Ну типа типы ищат, понял? Так ты можешь историю запустить. Типа, смотрите, купил говна, а там написано sugar free vegan. Вот получается, и ты такой реально говна купил. То есть на бабки кинули, просто наклеечку наклеили и типа органик. Дебила обманули, как говорится. И ты переплатил 200 гривен. Но чувствуешь себя хорошо, потому что думаешь, что как бы хорошо в природе сделал. Не, ну типа постримить и реал вот это все, блядь, это очень классно. Ну типа я к этому типа клоню. Continuum. Какой мне еще трек попробовать? Это очень изи было. Ого, ну тогда попробуй что-то на Эксперте. На Эксперте? А вот вы... Слава Мерлу? А? Это кто? Не знаешь? О, Танк это из Ковбоя Бибопа. Но он сложный довольно. А, это старое аниме, которое? Ты не смотрел Ковбоя Бибопа? Нет. Я видел, я слышал о нем. Ну классно очень. Это про пути... Ну они там путешествуют в космосе, например. Ооо. Вот это наша песня. Это сложно будет? Ну попробуй нормал прям. Хочу посмотреть что еще. Ооо. Скуби Ду это... Ну попробуй. Это пиздец, да? Ну я... Я в принципе вот это... У меня получилось происходить. Ты чё ебанутый? Как это танцевать? Нет, это возможно пройти. А с Гуля есть? Из Гуль? Ты Гуль типа? Аниме Псих? Ты смотрел Гуля? Ну я в первый сезон по-моему смотрел. Типа... Нет? Это очень противоречиво типа от тебя слышать. То есть понимаешь... В смысле противоречиво? То есть ты сейчас назад говоришь, я не знаю что такое ЕОТ, а теперь такой... Ну вызывает у меня недоумение, понимаешь? Да? Да. Ты еще минус 7? Да. Тысяча минус 7? Минус 7? Да. Тысяча минус 7. Это Гуля там. А я не так разбираюсь в аниме, просто понимаешь. Найди мне Гуля, пожалуйста, в этой программе сможешь? Гуля? Да, вот тут. На этом Монике. А как песня называется, ты знаешь? Шихи Теу. Я вас понял. То есть шик можно в принципе вбить, но оно должно выйти. Гуля. 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 Кстати, он английский. Вот это оно? Unreal? Нет. Да, наверное, это оно. Асфикси... О, ты кстати асфиксией занимался когда-то? А это что? Забей. Ты можешь говорить нормально? Я ж нихуя не разумею, блядь. Ну это против правил, если я буду говорить что-то. Ай, тогда не надо говорить, Витя. Ебаный синич, блядь. Шихи Теу, шихи Теу. Это первое. Ну вот, наверное, если он популярный, то... Ну попробую сейчас. Так. Все? Да? Да. Наверное. Алло, блядь! Сука! Я сейчас как стрельну нахуй. Чё ты не жмёшься, уёбища? Что-то тебе запустить игру? Да, запусти мне, пожалуйста. Да. Ты все скачал, да? Ну, те, которые были, вот это... Tokyo Ghoul. Спасибо. А ты попробуешь её? Да, я могу попробовать. Сидан, какие книги? Надо было слышать. Состояние характеристики с резким недостатком кислорода и избытком... А, это когда шею пережимаешь? Ну да. Собачий кайф, ебаный. Да, да. Когда-то было у меня такое. Ты такой делал? Да, в детстве прикольно ж было. Но я не вырубался, я так часто симулировал, типа... О, да, так классно. Это именно мастурбейшин. А, именно во время другой? Нет, так не делал, мы не так делали. Дети, а ты чё ёбнулся? Мы просто приседали 40 раз, понял? Зажимали шею и типа покайфовали, и всё. А во время этого нет, и шо? А ты пробовал? Не, не знаю. Не пизди, блядь. Мне кажется, ты пробовал точно, Витя. Или нет? Нет? Нет, нет, нет. Ты слышишь музыку эту? Да, я слышу. Там они не плотные, поэтому нормально. Всё, давай. Вот это оно. Вот это оно. А есть субтитры поспевать? А ты наизусть не знаешь? Нет, я не знаю. Чувак, ну это такое. Ну я так просто пою. Ну ты, мне кажется, не можешь себя называть фаном кей-попа, пока ты не будешь наизусть знать. Даже если ты не знаешь язык. Пари-пари. Пари-папам-папам-папам. Это изи, Витя, это изи. Сейчас смотри, как я разъебусь. вот вообще без звука мне кажется это классно выглядит не со звуком только который вот изо рта исходит вот это мне кажется если просто все остальное заглушить было бы идеально вот так можно сделать с этим а да вот сейчас что можно сделать ничего продолжает все ведь я сделал от глинт я просто хотел замутить звук типа что было слышно только рэкты аааа не успел да я в bs вот здесь смотрю вот тут да я уже понял давай только ты на эксперте хорошо я не играл никогда на экспертов правда да ты так двигаешься Вася ты шо нах мне кажется что так никто в жизни не двигается давай как вам пою блин было бы классно ну тут что такое она медленная очень да побыстрее надо нажми нажми триггер все чувак и Ебать, мы сыпали резюки, ёбаный снег. Ебать, грация, ёбаный сквозь. Ну, медленно, вообще. Тебе скучно? Побыстрее не надо? Эх, побыстрее бы, блядь. Эх, побыстрее бы. Да, можно после этого BTS? Давай, давай, побыстрее. Вот такую, да? Хочешь разъебать чисто? О, или Blackpink. Давай, брат. О, я извиняюсь, она очень короткая. Да ладно, брат, давай. И почему это нравится? Это круто. Что это Цезин даёт, блядь. Ебанёшься. Что? Смотри, кстати, нелюбимый персонаж в Scooby Doo. Нелюбимый? Да. Вот эта баба с рыжими волосами. С рыжей? Да. Нет, Дафна вот именно сюда. Это она? Дафна с белой брысой. Нет, вот эта такая, сука, в очках мне не нравилась. Умная, самая умная. Блин, единственный нормальный человек. Да нет, она не выкупала ни хуя. Смотри. А так все же любили вот эту, типа, белую... Мне обидно очень было, что... А мне сексуальную вот это нравилось. А вот... Объективатор. Что? Что объективатор? Вот для этого бы бокс пригодил. Очень пригодился бы, чтобы... Людям, которые вот такое говорят... Человек в очках, неважно, она толстая, она прекрасна сама по себе. Согласен. Согласен. А как ты видишь чат? Нет, шеймингу. А как ты видишь чат? Я не вижу чат. Откуда ты знаешь, что они пишут, блядь? Ебать, ты гений. Мы на номер... Что ты, блядь? Не понимаю чат. Рэп Год? Наверное, он его осилит. Мы на номер один. Это про Спортекус? Ой, про этого. Про Робби Злобного. Ты смотрел в интернете? Да, он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. У меня мембер BTS. Знакомьтесь. Я тут. Я тут. Все нормально. Не, он наконец-то танцует. Ребята, этот трек называется Blackpink. В этой игре нет ничего общего с танцами. В смысле? Он грациозно двигается, классно. Типа под музыку как раз. Спасибо, кто половится, кстати. Спасибо, 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 спасибо. А танцев для VR-а нет. Это лучше танцев. Ну, компа 59, 60. Типа, это же не сбивается. Ну, главное врачу. Не, ребят, он чекает донат. Не, посмотри, хоть донат предыдущий. Привет, ребят, спасибо за контент. Радость. Покажи ему хотя бы видео. Не, видео не буду. Покажи. 10 минут. Тем SAS. Less��. Тем pulом. Да! Типа. Типа. Ну и шо ты? В смысле нет, нормально, типа им нравится, я не знаю, я в ахуе из того, что они не уходят, они смотрят им по кайфу, типа. Вот это очень классная штука, именно вот она, блин, ты не услышишь, сложно объяснить, да? Я слышу, я слышу музыку. Это именно такой очень вайв, период Эдо, вот в Японии, вот такой самурайский. Давай. Ты еще сможешь одну сделать? Да, конечно. Блин, это сложный трек, пиздец. Ты просто так смотришь, блядь, видишь, думаешь, а, хуйня, ези, блядь. Я могу тогда, я сейчас ези разъебу это потом, вот так ези смогу. Не, ну так, не понимаю, как он успевает уследить за всем этим дерьмом, как он успевает уследить за всем этим, как он это успевает, блядь, как он это делает, блядь, вон реле готовился, типа. 200 комбо? Нет, типа, он узнает эти треки, он знает эти, он готовился, сто процентов. Ебать, самурай, блядь. Ебать, самурай! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...